Ассоциация Европейского Бизнеса Когда мы просыпаемся, перед нами стоят новые вызовы. Мы, как Ассоциация Европейского Бизнеса, определили для себя такой слоган во время кризиса, что вместе мы сильнее, stronger together. Под этим лозунгом или мото происходил летний наш прием. Примерно под этим лозунгом производятся наши стратегические переработки внутренние. И мы, конечно, провели с вами множество мероприятий, начиная с тех событий, которые произошли в конце февраля. И с вами мы и много сумели работать и делать вместе, многие вопросы сумели решать. И мы, конечно, очень благодарны нашим партнерам из правительства, нашим коллегам и из российских ассоциаций и объединений, которые тоже поддерживали европейский бизнес, иностранный бизнес в целом в довольно непростое время. Очень хорошо, что мы сегодня собираемся и обсуждаем самые насущные вопросы. Но перед тем, чтобы переходить к первой сессии, я бы хотел передать слово онлайн председателю правления Ассоциации Европейского Бизнеса Александру Либорову, президент компании «Сименс». Александр, пожалуйста. Доброе утро, коллеги, надеюсь, что хорошо меня слышно, дорогие члены Ассоциации Европейского Бизнеса. На правах председателя правления я хотел бы всех горячо поприветствовать на нашей очередной флагманской конференции Ассоциации Европейского Бизнеса. Как сказал Таджо, непростые времена, наверное, это такая soft version. Если говорить серьезно, то мы все переживаем новейший кризис, наверное, не только в Европе, но и во всем мировом сообществе. Когда я вчера готовился к выступлению, я вспоминал нашу флагманскую конференцию год назад. Это был юбилейный год для Ассоциации Европейского Бизнеса, ее 25-летие. И многие из вас, наверное, помнят, что девизом той конференции было «оглядываясь назад, чтобы двигаться вперед». Мы, несмотря на политические разногласия уже на тот момент между европейским сообществом и Россией, серьезно обсуждали такие повестки, как зеленая энергетика, зеленая повестка, создание цифровой совместной экономики между Россией и европейским сообществом. К сожалению, сегодня надо констатировать, что известные февральские события практически перечеркнули этот диалог. И сегодня мы можем констатировать практически окончание совместной работы между европейским сообществом и Россией по целому ряду вопросов. Это не может не огорчать поколение, целое поколение людей, которые последние 30 лет создавали этот совместный дом между Европой и Россией, и я могу смело сказать, что я отношусь к таким людям. Поэтому это не только кризис, но это, наверное, личная трагедия для людей, которые активно взаимодействовали и пытались создать экономическое сотрудничество между Россией и Европой. Сегодня мы находимся в серьезном кризисе, который продолжается. К сожалению, мы видим, что мы еще все находимся в стадии эскалации. Но сегодня уже можно сказать, что последствия этого кризиса будут очень значимы не только для Европы, но, наверное, и для всего миропорядка. Мы помним, что в феврале месяце начались беспрецедентные череда санкций по отношению к России со стороны Европейского сообщества Соединенных Штатов Америки. И надо сказать, что Россия, приняв страшно жесткие макроэкономические меры, такие как жесткие меры по валютному контролю, усиление контроля за движением капитала, либерализация параллельного импорта и другие меры, удалось преодолеть панику и, в общем, вывести корабль достаточно в спокойные воды с точки зрения экономической стабильности. Но вполне понятно, что в современной ситуации трудно ожидать экономического роста. И те цифры, которые мы видим, говорят о том, что, естественно, будет спад и в 2022 году, и в следующем, в 2023. Такой же проблемой столкнулся и европейский бизнес. Фактически наша деятельность перевернулась на 180 градусов. Вместо того, чтобы говорить о новых проектах, о новых инвестициях, локализации, создании новых производств и новых продуктов, мы были погружены в рассмотрение новых пакетов санкций, что можно делать, что нельзя. Были прерваны все логистические цепочки между европейским сообществом и Россией. И фактически бизнес оказался полностью парализован. Наверное, можно то же самое говорить и о ассоциации европейского бизнеса. Мы были в расплохе, в определенном степени, можно сказать, поскольку никто не ожидал такой ситуации. Навряд ли даже до февраля, за 2-3 месяца, кто-то мог предположить, что мы окажемся там, где мы находимся сегодня. И ассоциация европейского бизнеса достаточно быстро прореагировала на те меры и изменения законодательства, которые было принято. И несмотря на тяжелую политическую ситуацию, нам удается сохранять каналы связи как к российскому правительству, так и к европейскому сообществу. И это бесспорно очень важно для членов Ассоциации европейского бизнеса, для компаний, которые продолжают свою деятельность на территории Российской Федерации. И я должен отметить прагматичный и практичный подход со стороны правительства Российской Федерации к бизнесу, который продолжает свою деятельность здесь, в России. В общем, могу сказать, что мы встречаемся с конструктивным диалогом, и многие вопросы можно обсуждать и находить решения. Понятно, что появляются проекты законодательств, которые не могут не пугать европейский бизнес, зову лишь несколько, это введение внешнего управления в иностранных компаниях, или, в частности, введение уголовной ответственности за соблюдение европейских санкций, которые, естественно, ставят менеджмент европейских компаний в России в достаточно тяжелую ситуацию, в общем, то есть ставят под уголовный удар либо на территории европейского сообщества, либо на территории Российской Федерации. Тем не менее, хочу поблагодарить большое количество компаний, которые остаются верными ассоциацией европейского бизнеса. Я всегда говорю, что именно в такие кризисные времена, и мы это видели в эпоху COVID-19, наверное, поддержка ассоциаций бизнеса и отдельно стоящих компаний очень важна. Как я уже сказал, это и голос, возможность коммуникации с правительственными структурами, это возможность поддержки, обмена мнениями, опыта на платформах ассоциаций европейского бизнеса, и сегодня это, бесспорно, один из таких примеров. Девиз сегодняшней конференции – это кризис, где мы находимся сегодня и что будет завтра. Как видите, девиз ставит больше вопросов, чем ответов, и навряд ли мы сможем получить ответы на все вопросы в ходе сегодняшних дискуссий, но важно было бы обменяться этим мнением, услышать друг друга и сделать, наверное, для себя какие-то выводы, как двигаться дальше. Я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшней конференции, поскольку времена непростые, и спасибо за ваше мужество принять участие и быть видным, visible на этой конференции. Также хотел бы поблагодарить всех спикеров за принятие приглашения и возможности высказать свое мнение. И также хотел бы поблагодарить спонсоров, благодаря которым сегодняшняя конференция организации стала возможным. Это золотой спонсор нашего флагманского мероприятия – компания AstraZeneca и также серебряный спонсор компании Unipro. Большое всем спасибо за ваше участие сегодня и желаю удотворных дискуссий. Спасибо большое, Александр, за эти слова, которые в принципе нам показывают маршрут, по которому мы сегодня в рамках наших трех дискуссий будем проходить. Первая сессия посвящена поиска нового парадема в экономической политике. Вторая сессия посвящена энергетическим вопросам. И третья, конечно, состояние макроэкономической стабильности, где находится российская экономика, куда она дальше двигается. Хочу сразу сказать, когда вы видели программы, там были другие представители в первой сессии. И если СПР смотреть на панель, то остался российский бизнес, остался европейский бизнес, но нет участия государства. И от этого может быть такая ложная… Прошу прощения. Есть, есть. Но нет из правительственных, из фаивов. И в этой связи хочу сказать, что это немножко ложное впечатление, что вроде бы они отсутствуют. Нет, наоборот, мы в этом году больше, чем никогда, могли рассчитывать на открытость, на конструктивный диалог и на поиск прагматических решений. Мы с министром экономического развития обычно встречались порядка два-три раза в год для обсуждения вопросов. Вот в этом году в одних трех месяцах, которые после начала кризиса, таких встреч было порядка шесть, порядка шести, может, чуть больше. То же самое по остальным фаивам. Очень активно идет работа. И я очень рад, что через эту работу мы могли, на самом деле, решать множество вопросов. Но мы сегодня не об этом. И отсутствие представителей Минэкономразвития и отсутствие Государственной Думы, они связаны с тем, что в этой дискуссии не хотели участвовать, а просто с тем, что в связи с последними событиями, конечно, другие приоритеты пошли на первый план. И сегодня утром. И бюджет, конечно, тоже в этот период, это самый горячий момент его принятия. Поэтому мы с большим пониманием, конечно, приняли те сведения о том, что сегодня они смогут участвовать. Но я очень рад, что у нас сегодня получается тогда такой диалог европейского бизнеса с российским бизнесом и с официальным представителем бизнеса у государства. И это очень хорошо. И это позволяет нам также, на самом деле, осветить те темы, которые мы хотели бы осветить сегодня. Я очень рад, что Александр Шохин, Александр Николаевич, что вы согласились принять участие президент РСПП. И хочу сказать, что Александр Николаевич, мы очень благодарны не только за участие сегодня, но тоже за ту совместную работу. Вы друг с большой буквой ассоциации. И во многих вопросах вы нам и в протяжении этого сложного времени всегда помогали или готовы были посоветоваться. То же самое к вам, Борис Юрьевич. Вы всегда дружили с нашей ассоциацией. И на протяжении тех лет, когда вы были в главе структуры бизнеса омбудсмена, тоже, я думаю, что очень много положительного было возможно поделать. И друзья – это навсегда. Так что бывших не бывает. Мы тоже смотрим с уверенностью в будущее. Потом Ирина Панарина, генеральный директор, CEO компании AstraZeneca. Отдельное спасибо вам тоже за поддержку нашего мероприятия. Алексей Кашаев от компании Schneider Electric System Electric. Как раз в процессе все мы очень благодарны тоже. И Константин Александрович Бинко, заместитель генерального директора консорциума «Медицинская техника». Я думаю, что таким образом сцена готова. Можем начинать. И первый вопрос, конечно, хотел бы обратить вам, Александр Николаевич. Вот, начиная с этих дней в феврале, очень много новшествов появилось. Очень много новых законов, новых постановлений. Потому что, конечно, вызовы были беспрецедентные. То есть, что, на ваш взгляд, является самыми существенными ограничениями для ведения бизнеса, которые на данный момент в текущих реалиях существуют? Что уже проделано за это время, за эти пять месяцев? Может быть, что еще предстоит? Какие компетенции могут помочь компаниям преодолеть эти сложности? Может быть, такой взгляд с опытом, бэкграундом российского бизнеса на европейский бизнес, который находится в России? Спасибо, Тадзио. Хотел бы, прежде всего, поприветствовать столь представительную аудиторию. Честно говоря, я не ожидал, что зал будет полным. Думал, что действительно будет такое скромное мероприятие, хоть и называется флагманское. Это значит, что, как сказал Александр Либеров, действительно многие компании остаются и готовы работать, либо находятся в некой, так сказать, паузе, считая, что рано или поздно можно будет активизироваться, второе дыхание какое-то появится, и можно будет развивать бизнес в России. Ну и мы понимаем и тех, кто по ряду причин ушел, либо прямые ограничения, либо некое политическое и, скажем так, давление другими способами на компаниях, когда они не подпадают под санкционные ограничения, сами прекращаются деятельность в России, считая, что репутационные риски работы в России стоят достаточно дорого, и лучше, как говорится, что-то списать на убытки, но отползти, что называется, от российского рынка. Ну, если говорить про то, что является главным препятствием, препятствием и для иностранных компаний, работающих в России в равной степени и для российских компаний, собственно, главным препятствием является неопределенность, причем она нарастает. То есть каждый день у нас что-то появляется новое. Ну, кстати сказать, должен отметить, что предприниматели российские, многие пережили не один кризис, до пяти кризисов на памяти многих предпринимателей, и те иностранные компании, которые работают в России, их топ-менеджеры, собственники, они тоже переживали эти кризисы вместе с нами, поэтому такая стрессоустойчивость, безусловно, есть. И это один из факторов того, что, ну, как говорится, бизнес, если не as usual, но, тем не менее, будет продолжаться, и компании будут находить способы сохранения своего присутствия на российском рынке и обеспечения некой минимальной устойчивости своего бизнеса. Надо сказать, что не успели мы, как говорится, переварить седьмой пакет санкций, как уже на сносях, как говорится, восьмой пакет, связанный с объявлением референдумов, и понятно, что это не только списки, компаний и физических лиц, которые подпадут под санкции, это еще что-то, что ограничивает возможности российского бизнеса работать на внешних рынках, иностранных компаний работать на российском рынке, это дополнительное ограничение высокотехнологичного и нового импорта, в том числе неких не только чувствительных с точки зрения технологий, но даже чувствительных с точки зрения жизненно важных препаратов, хорошо, что Астер-Зенека здесь, мы узнаем, как и есть, как говорится, какие-то ограничения такого рода или нет, в ближайшее время, по крайней мере, появятся дополнительные ограничения. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что действительно, неопределенностей нам и без этого хватало, и Борис Юрьевич не даст соврать, мы на протяжении многих лет выставляли некое, даже требование к правительству, что бизнесу нужна определенность не в плане точных значений, налоговых ставок и так далее, а нам нужны некие формульные решения. Формульные решения, когда мы как бизнес будем точно знать, что при наступлении каких-то событий правительство будет действовать так-то и так-то, почти как по Пушкину, так сказать, держись моих правил, люби то-то, то-то, не делай того-то. Вот нам какая-то формула такого рода нужна. Кстати сказать, недавно один из видных чиновников российского правительства, ныне председатель ВЭБН РФ, Игорь Шувалов, защищал докторскую диссертацию и предложил там принять рамочный антикризисный закон, чтобы в нем была прописана технология принятия антикризисных решений и неких первоочередных мер по оккупированию кризисов и так далее. Ну, честно говоря, не все кризисы можно предсказать, и, как мы видим, в случае необходимости правительство и Государственная Дума с колес, можно сказать, принимают те или иные решения. Не уверен, что вот такой рамочный закон спасет положение, но принятие каких-то формульных решений, когда мы будем понимать, ну, в частности, в той же налоговой политике и, ну, в таких вещах, где действительно можно подставлять значения мировых лицен, так сказать, или дефицита бюджета, инфляции и так далее, и понимать, как правительство будет действовать, в том числе, чтобы ограничить, ну, скажем так, возможность принятия субъективных решений. Вы знаете, что российская экономика вчера министр экономического развития отчитывался в парламенте, и в очередной раз было подчеркнуто, что российская экономика быстрее вышла из кризисной ситуации, чем планировалась. Планировалось восстановиться в третьем квартале, а уже во втором по многим параметрам восстановления к концу года инфляция там в районе 12-13, экономический ВВП упадет меньше, чем весной прогнозировалось. Но мы понимаем прекрасно, что это речь идет о том, чтобы в ближайшие там три года выйти на некое плато, с которым можно обеспечивать устойчивый экономический рост. И, безусловно, очень важно, чтобы у нас тут не появлялось новых водных. Все эти прогнозы строятся на некой инерционности, хотя вот правительство закладывает там два варианта таких базовых, инерционный рост и целевой рост. инерционный, это если мы ничего дополнительно делать не будем. Но на самом деле, я бы так сказал, инерционный рост это рост, когда мы будем делать примерно то же самое, исходя из того, что ограничения не будут резко меняться. И тогда вот на 2% в год можно выйти. Президент ставит задачу 3%, а тут нужно активизировать экономическую политику, понятно, и структурную перестройку, что, безусловно, в течение года-двух не делается. Ну, возьмем наших экспортеров, тех же металлургов. Сегодня у нас Алексей Александрович Мардашов должен выступать. Ну, ему отрезали весь экспорт в Европу. Сразу, причем, сходу. Ну, он может объяснить, ждал он или нет этого. Но, тем не менее, понятно, что Северсталь вынуждена будет ограничивать объем выпуска, потому что внутренний рынок компенсировать это не может. Иные рынки это тоже, как бы, учитывая, что в мире существует перепроизводство металлургических мощностей. Поэтому структурная перестройка неизбежна. Она требует и инвестиций, требует переструктурирования действующего производства, включая, кстати, и сокращение персонала и так далее. Это тоже длительный процесс. Поэтому мы считаем, что вот одна из главных задач на ближайшее время, действительно, переструктурирование экономики с упором в том числе и на внутренний спрос или на как минимум минимальную компенсацию за счет иных рынков. Ну и, конечно, одна из проблем это валютный навес, который, как говорится, волнует тех же экспортеров, потерявших традиционные рынки и за счет, так сказать, и теряющих на крепком рубле возможность получения доходов. Это волнует, безусловно, и бюджет. тем не менее, здесь легких решений не просматривается. Пускать рубль искусственно, естественно, никто не будет. Но, тем не менее, мы сильно рассчитываем, что какая-то нормализация импорта здесь будет, и не только за счет параллельного импорта, но и за счет, все-таки, хотелось бы за счет восстановления каких-то ну и таких традиционных форм торгово-экономических отношений. Ну, кстати, один из способов уменьшения навеса валют, это инвестиции российских компаний за рубежом. Мы долго боролись за геофшеризацию, возврат в родную юрисдикцию, но сейчас мы видим, что даже решение транспортно-логистических проблем с формированием новых цепочек поставок, и экспортных, и импортных, требует инвестиций за пределами России. Эти логистические транспортно-логистические центры, цепочки, нужно дотягивать до новых зарубежных, в том числе, точек, хабов и так далее. И это надо тоже поощрять инвестиции, индустриальные, скажем так, инвестиции российских компаний за рубеж. Ну, много других проблем, безусловно, и ограничений есть, это и та же стандартизация, и ограничения по высокотехнологичному импорту, те же чипы. Русулова фон Дерляйен радуется тому, где-то она, не знаю, прочитала на ленте, наверное, какой-нибудь, что там вынуждены мы вынимать чипы из стиральных машин и холодильников и вставлять их в систему вооружения и наведения. Ну, понимаете, когда председатель Европейской комиссии говорит, что главная задача Европейского союза заключается в том, чтобы разорвать в клочья российскую экономику, очень трудно рассчитывать на то, что у нас, как говорится, будут, ну, как минимум, сохраняться экономические отношения на том уровне, даже на низком уровне, в котором они находятся сейчас. Ну, понятно, что разорвать в клочья еще Обама хотел, по-моему, в 2015 году, и он тоже... Не в таких выражениях. Но он говорил в руинах. Он говорил, что российская экономика находится в руинах. Кстати сказать, российское население поверило президенту Байдену, когда он сказал, что рубль уже доллар, 200 рублей за доллар дают, и люди подумали, что, так сказать, это установка к работе на валютном рынке, и Байден обманул российское население. Надо ему в этой связи сделать, как говорится, замечание, что он там вместо того, чтобы инсайт какой-то дать, и он обманул просто людей. Ну, одним словом, я хотел бы, чтобы, кстати, сказать по поводу чиновников, присутствующих здесь. Давайте использовать площадку Международного Совета по сотрудничеству инвестиций, МРСПП. Глядишь, чиновников будет больше при обсуждении проблем, интересующих европейский бизнес в России. Спасибо. Спасибо. Александр Николаевич за ваши слова, и действительно мы эту площадку всегда с удовольствием, всегда успешно использовали. Действительно, вы правильно указали. У нас сегодня еще один спикер, один гост онлайн, мое допущение, Алексей Александрович Мордашов, Северсталь, с нами тоже по видеосвязи и некоторых тем, которые вы затронули, действительно мои, к ним чуть позже вернемся. Но сейчас я хотел бы обратиться к Ирине Понариной и спросить, вот мы сейчас слышали российскую точку зрения, но с европейской, вот с какими основными вызовами сталкивается иностранный бизнес сегодня и какие необходимо предпринимать шаги на государственном уровне, на государственную поддержку, на, может быть, более мягкое регулирование и иностранным бизнесам оказать положительное влияние в ненешней обстановке. Пожалуйста, Ирина. Да, спасибо, Тазия. Добрый день, коллеги. Совершенно правильно было сказано, что изменений очень много, но есть вещи, которые, наверное, к сожалению, не меняются. Это то, что люди болеют, это то, что люди, там, у них заболевания обостряются, то, что они прогрессируют, а еще то, что наука тоже не стоит, и если мы говорим о мировой науке, то она все быстрее и быстрее находит решение для очень многих проблем, которые раньше считались там терминальными, смертельными или нерешаемыми. Поэтому, вот, несмотря на все сложности, наша задача, как компании в здравоохранении, в фармацевтике, это продолжать работать. Здесь, пожалуй, мы находимся несколько в иной ситуации, потому что все-таки наш бизнес относится к гуманитарной сфере. Но это совершенно не значит, что мы, у нас есть такой стопроцентный иммунитет от всего того, что происходит. Конечно, нет. И мы сейчас каждый день, я бы сказала, в среднем, наверное, проводим 30-40% времени просто для того, чтобы решать все время возникающие новые сложности. Говоря конкретно о нашем бизнесе, я знаю многие другие бизнесы в точно такой же ситуации, нам практически с нуля пришлось перестроить свои логистические цепочки. Что касается производства, поставки компонентов для производства, материалов, субстанций. Это происходит по разным причинам. Не всегда, потому что есть прямые ограничения на эти поставки, но есть решения наших поставщиков, например. То ли они не хотят ничего поставлять в Россию, то ли они временно не понимают, могут они или нет, потому что игроков на рынках много и им сложно понять, что означают вот все эти постоянно вводимые ограничения и многие просто стараются контролировать свои риски и не делать ничего. И поэтому приходится искать других поставщиков, делать это, наверное, в 10 раз быстрее, чем обычно, но с соблюдением стандартов, высоких стандартов качества. Поэтому здесь вот очень такая интенсивная работа, которая постоянно идет. особо отмечу, что мы видим и наблюдаем, что правительство в Российской Федерации быстро принимает изменения в законодательстве, там, меры поддержки. Это все добавляет гибкости, вот в частности, в нашу сферу. Например, ускорение определенных процессов регистрации производственных площадок или внесения изменений в некоторые документы или отказ каких-то инспекций, которые могут не давать нам достаточное времени, чтобы бороться со всеми теми сложностями, которые сейчас имеют место быть. То есть, действительно, есть это ответное желание правительства для того, чтобы сохранить наше долгосрочное сотрудничество. То есть, но тем не менее, я бы хотела отметить ряд проблем, самых острых, наверное, о которых следует думать во имя сохранения нашего долгосрочного сотрудничества. Вот если мы говорим именно о фарме, то тут мы видим, что в желании с одной стороны преодолеть сложности, где-то упростить процедуры, возникают новые вызовы, как, например, вот импортозамещение. Понятно, что это желание каждой страны импортозаместить, и не только фарму, в многих других секторах экономики, это желание абсолютно понятно. Но иногда граница между импортным и локальным, она искусственная. На самом деле, в нашей индустрии, например, нет ничего полностью локализованного. Даже российские заводы по производству фармацетической продукции на 80% примерно используют импортное оборудование. Мы же компания с локальным офисом, например, мы работаем с сотрудниками здесь, в Российской Федерации. То есть, мы локальная компания, у нас локальное производство. Поэтому это очень важно, чтобы это учитывалось. И в попытке им подзаместить или подготовиться к возможной дефектуре. понимаем, что было много случаев дефектуры действительно жизнеспасающей терапии. Такие случаи были, они во многом не происходили по решению компаний, если мы говорим о жизненно важных цептурных лекарственных средствах. Происходили именно потому, что было что-то сложно производить, доставлять, нужно было время на переориентацию. Так вот, особую проблему я вижу в том, что в этой попытке обеспечить или защитить себя от дефектуры будут нарушаться патентные права, как то, например, выдача разрешения на производство локальному игроку, локальной компании до истечения патентной защиты, может быть, потому что неправильно истрактовано риск дефектуры, или, может быть, даже дефектура уже есть, но она какая-то краткосрочная. Поэтому вот тут мы постоянно находим по тонкому льду. Мы предпринимаем огромные усилия для того, чтобы продолжать работать, и если мы видим, что, несмотря на эти усилия, наши патентные права нарушаются, я думаю, не специально, я думаю, из-за, может быть, некорректной трактовки риска дефектуры или невовлечения производителя в процесс принятия решения, вот это для любой компании, основанной на инновациях, является самым большим риском. Этот риск имеет еще большее влияние сейчас, когда действительно борьба за продолжение ведения деятельности, просто с точки зрения всех тех новых процессов, которые приходится внедрять, она очень интенсивная. Кроме того, мы видим, что с одной стороны мы видим новые процедуры по ускорению регистрации, они действуют еще с эпохи коронавируса, они крайне эффективные, 441 постановления. С другой стороны мы видим, что по обычным процессам регистрации вывода препаратов на рынок есть огромные задержки, мы это наблюдаем уже некоторое время, и это то, что необходимо решать, потому что мы, когда планируем вывод препарата на рынок, мы планируем и все другие процессы, производственные, образовательные, в принципе, создавать целую экосистему, ведь если мы выводим на рынок препарат так называемый first in class, то это скорее всего область, где еще пока могут не уметь диагностировать пациентов или правильно их скринировать, вот мы все это создаем заранее, и если мы видим огромные задержки в регистрации, то мы теряем огромные деньги. Надо сказать, что сейчас любой процесс вывода препарата на рынок стоит гораздо дороже, чем раньше, из-за того, что нам сложно ввести все необходимые образцы для регистрации, часто у лаборатории этих образцов нету, это еще с эпохи коронавируса осталось, сейчас становится еще сложнее, поэтому соблюдение сроков регистрации препаратов это крайне крайне важно. Далее, финансирование текущих проектов здравоохранения. За последние несколько дней, два дня, я тут вижу огромные риски и надеюсь, что правительству удастся их преодолеть. Были достигнуты огромные успехи в борьбе с онкологическими заболеваниями, важно сохранять их финансирование, иначе те результаты, которые были достигнуты, будут попросту перечеркнуты. Я говорю еще о программе финансирования онкологических заболеваний, которая несколько лет назад была введена в рамках нацпроектов, нацпроекта здравоохранения. Были достигнуты потрясающие лечения острых сердечно-сосудистых заболеваний с введением программы с СССР и выделением 10 миллиардов рублей. Но после того, как пациенты заканчивают финансироваться из этой программы, сейчас она продлена на 2 года, они же не вылечиваются. Мы понимаем, что если у кого-то был инфаркт, инсульт, тут излечиться от этого невозможно, к сожалению, нужно продолжать лечение. Поэтому финансирование пациентов с хроническими заболеваниями это очень важно. Это много обсуждалось последние 2 года, особенно последние несколько месяцев. Как мне кажется, была готовность выделять средства для того, чтобы таких пациентов обеспечивать. Вот что будет сейчас, я не знаю, но мне кажется, это крайне важно, потому что наша деятельность также была на это направлена, и в государстве все-таки есть цели по снижению смертности, а сердечно-сосудистые заболевания это первая причина смертности. Ирина, прошу прощения, мы немножко начинаем выходить из графика, но очень важно, мне кажется, из того, что вы сказали, у меня получается такое впечатление общей такой проблемой, что да, есть конкретные очень срочные, краткосрочные проблемы, но надо быть очень осторожны, чтобы не, как сказать, не менять долгосрочные перспективы, решая краткосрочные проблемы. Это, я думаю, такая тема, которую мы тоже через фармацевтический комитет и в диалоге с Минздравом и с Минпромторгом очень тщательно на самом деле мы вернемся к вопросам фармацевтики еще чуть позже, прошу прощения. Хотел бы сейчас онлайн подключит на экране, пожалуйста, Алексея Александровича Мордашова, председатель совета директоров ПАО Северсталь. Алексей Александрович многие годы сопредседатель делового совета северного измерения. Мы по этой линии многие годы в принципе 12 лет очень успешно работали и я думаю, что это был такой тоже флагманский на самом деле проект маяк. Но, увы, Александр Николаевич уже говорил о том, что вот санкции, о тех настроениях, которые сегодня есть политических, как вы оцениваете, но вот именно с этим бэкграундом, конечно, с вашей корпорацией, но с другой стороны тоже как сопредседатель этого делового совета, как вы оцениваете состояние отношений по линии России и ЕС и да, может быть, все-таки вы видите какие-то точки опора, на которые в какой-то момент можно было бы возобновить, но именно например, по таким линиям, как северное измерение, которое в принципе множество абсолютно политических, гуманитарных, экологических вопросов затрагивает. Пожалуйста, Алексей Александрович. Спасибо, Тадзио, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Во-первых, хотел бы поблагодарить Ассоциацию Европейского Бизнеса за созыв этой конференции. Вот Александр Николаевич уже сказал, что он был удивлен активизм о участниках. Видимо, нам таких конференций не хватает и мы прекрасно понимаем, что в нынешней обстановке эскалации напряженности нужна определенная смелость и решительность, чтобы такую конференцию собрать. И хотел сказать большое спасибо Ассоциации за это. И думаю, что это очень правильно и своевременно. В условиях, когда мы видим расстание напряженности, истерии, наверное, нам нужно как можно больше стараться сохранить спокойствие и конструктивный диалог. Потому что наши отношения, отношения бизнеса Европы и России все равно ничто не заменят и они не исчезнут. Мы все равно рядом живем и будем так или иначе взаимодействовать друг с другом, зависеть друг от друга, жить вместе в одном европейском доме и от нас с вами зависит то, как мы будем жить. Все мы видим, что сегодняшняя ситуация крайне напряженная. Мне очень нравится вопрос, каково состояние российско-европейских отношений. Оно плохое, прям совсем плохое. при этом мы, к сожалению, видим, как мне кажется, чрезмерную эмоциональность во всем происходящем. Ситуация, конечно, очень непростая и есть основания, наверное, для эмоциональности, но с другой стороны, наверное, нельзя поддаваться эмоциям. Мы видим, что действия европейских властей в руководстве Евросоюза выглядят иногда очень странными. Был нанесен удар санкционный не только по государствам, но и по бизнесу, прежде всего, бизнесу частному, который не имеет никакого отношения к политическим решениям. Но, тем не менее, мы видим прям настоящую охоту на предпринимателей, которые, кстати, вот под себя хочу даже лично высказать. Довольно странно мне было видеть, что я попал, можно сказать, одним из первых под санкции, при том, что традиционно был активным сторонником развития европейских связей, связей России, Европы и так далее. Но, видимо, кого знали, первым делом мы записали. Но нам нужно, повторяюсь, как-то сохранять спокойствие и пытаться смягчить те негативные последствия, которые возникают. Мы видим сплошь и рядом довольно безрассудное отношение к российскому бизнесу в Европе и к России в целом, к россиянам. Странным образом происходит смешение тех, кто принимает политические решения, тех, кто их не принимает в глазах Европейского Союза. Это очень опасно и разводит наши бизнесы, разводит наши страны, создает стороны и создает большие риски для восстановления нормальной жизни. Мы должны к этому когда-то вернуться. Здесь, кстати, отметить надо, как мне кажется, что в России пока мы не видим уж такого оголтелого давления на бизнес. Несомненно, уверен, что европейские компании в России тоже испытывают большие трудности. Об этом сегодня уже говорилось. Ирина Панарина и Александр Либер упоминали их. И, конечно, это тоже можно понять, но, слава Богу, у нас каких-то там экспроприаций не дошло. И вот здесь я бы хотел подчеркнуть, говоря о наших перспективах, сейчас все очень сложно, очень непонятно, но я бы призвал нас, вот нас с вами, бизнесы, Европы и России, сохранять и, может быть, даже приумножать контакты. Вы упомянули Деловой совет Северного измерения Тадзио. Было бы здорово, если бы появилась возможность в какой-то степени оживить его работу. Может быть, конференции подобные сегодняшние, может быть, усиление взаимодействия между европейским бизнесом и Российским Союзом промышленника предпринимателя, о чем говорил Александр Николаевич Шохин. Все это было бы полезно нам сохранять контакты, как-то охлаждать горячие головы политики. Мы видим готовность российского правительства, и вот Тадзио упоминал контакты с Министерством экономики, лично с министром Максима Ивановича Решетникова. Нам нужно, мне кажется, сейчас очень сфокусироваться на том, чтобы, во-первых, вести диалог с российским правительством, чтобы оно не приняло каких-то необдуманных ограничительных мер, а мы видим, что у нас тоже есть горячие головы и постоянные попытки контрмеры всякие вводить, которые зачастую имеют серьезный риск навредить нам самим. И здесь мы, наверное, едины с вами все вместе. И было бы здорово, если бы и европейский бизнес на уровне европейской комиссии тоже, ну как бы, был бы голосом здравого смысла о том, что нельзя же все рушить и уничтожать. Мы видим тяжелые последствия для экономики Европы и России. Несомненно, можно твердо говорить о том, что российская экономика показала себя лучше, чем многие ожидали, может быть, все ожидали. Устойчивость наша была продемонстрирована этой ситуацией. Ситуация для нас далека от идеальной совсем, не стратегически. У нас много серьезных вызовов. Но, тем не менее, мы сейчас вынуждены перестраивать наши цепочки поставок и закупки, и продажи, искать новые рынки, развивать присутствие внутри страны и находить новые рынки и экспортные. Вот Александр Николаевич поменил уже о тех трудностях, которые и наша компания себе встает, в частности, переживает. Но, мне кажется, что вопрос решается потихоньку. Все очень тяжело и непросто, но рыночная экономика берет свое. Мы, да, начинаем, выстраиваем новые цепочки, выстраиваем работу в новых условиях. Но ведь наша цель же не должна быть просто выживания. И мы все равно живем вместе. Мне очень нравится фраза о том, что можно развестись с женой и мужем, но не с соседом. Мы все равно будем жить вместе в общем европейском доме. И мы могли бы быть полезны друг другу. Давайте пытаться, мне кажется, и на уровне правительства России, и на уровне Европейской комиссии не забывать говорить об этом. Многие сегодня, мне кажется, как-то игнорируют эту мысль, эмоции захлестывают, и уже, так сказать, никто ни с чем не разбирается, а как-то действует максимально эмоционально и бессмысленно. Вот чем атаки на частный бизнес в России помогают в решении ситуации. Но, тем не менее, нам нужно, мне кажется, сохранять здравый смысл и вести диалог с нашими правительствами, стараясь удержать от крайних решений, стараясь как-то сохранить здравый смысл связи и контакты. Есть плохие времена, есть хорошие времена. Участники сегодня говорили, и Александр Николаевич, Борис Титут упоминал, кризисов много было у нас. Значит, ну, это не первый, боюсь, не последний. Очень острый, очень тяжелый, связанный с жертвами, потерями, что делает ситуацию очень драматической. Очень. Но, тем не менее, здравый смысл-то все равно никто не отменял. Если мы забудем о нем, то последствия будут еще тяжелее. Еще раз хотел сказать спасибо всем участникам конференции и Ассоциации Европейского бизнеса за организацию этого. И я думаю, что нам нужно фокусироваться на диалоге, чтобы время это пережить и подготовить нас всех, наших стран, все-таки к выходу из кризиса. Спасибо. Спасибо огромное, Алексей Александрович. Во время, когда Вы говорили, когда уже Александр Николаевич говорил, мне вспоминались вот эти слова Пушкина, что любовь, быть может, в душе моей не угаслась совсем. То есть, вот эта дружба еще жива, ее нужно хранить. Будем работать над этим. И сейчас, пожалуйста, Борис Юрьевич, вот многие годы, как я уже говорил, мы сотрудничали очень плотно. И одной из важнейших задач как омбудсмен было улучшение законодательства и бизнес-среды, которая должна защищать права предпринимателей. Вы всегда очень четко на это встали. И в ненешних условиях по-прежнему ли совершенствование системы госуслуг и этой защите прав предпринимателей остается таким приоритетом или есть другие приоритеты, которые выйдете на горизонте, которые могут заместить или сдвинуть этот ориентир, который все-таки был очень главным ориентиром регуляторики на протяжении теперь последних лет. Ну, да, мы жили последние 10 лет, которые я выполняю обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей и до этого, когда работал в деловой России, все мы жили в одной парадигме, что все хотят развивать бизнес в России, что будет делаться все возможное со стороны государства для того, чтобы поддержать развитие рыночной системы. И я могу вам сказать, что вот выводы из этого кризиса, они однозначно говорят о том, что мы очень серьезно продвинулись в этом смысле. Представить себе такой кризис, ну, приблизительно, может, даже не такой кризис, который был при Советском Союзе, да, в конце существования Советского Союза, экономические проблемы привели к тому, что рухнул Советский Союз. Вот сейчас можно сказать, что главным, наверное, инструментом, который демфирует, амортизирует проэкономические проблемы, является российский рынок, рыночные отношения, частный бизнес в России, который очень адаптивен. И это просто вот заметно, мы проходили уже не первый кризис, как Александр Николаевич говорил, но с каждым кризисом эта адаптивность все более и более проявлялась. Я могу сказать, что сегодня на этом кризисе меньше всего страдают предприятия малого бизнеса. Именно вот эта базовая часть российской предпринимательства, российской экономической системы, можно сказать, она сегодня все дополнительные риски, которые возникают, и все проблемы, которые возникают одна за другой, такой длинный кризис, который все хуже и хуже и хуже со стороны внешнего регулирования, они в большей степени демпфируют, компенсируют. И вот на уровне малого бизнеса, а это прежде всего пищевка, это услуги, это в какой-то степени и строительство, транспорт на уровне малом компаний, это все работает, практически работает. Я могу сказать, что при том, что большое количество компаний, 80% у нас постоянный мониторинг идет страны полномоченного, ситуация в экономике, при том, что 80% заявили о том, что к той или иной степени санкции повлияли, это последнее еще неопубликованное исследование буквально на днях, тем не менее серьезно попали под какие-то негативные последствия, серьезные негативные последствия чувствуют четверть. Остальные 7-8 вообще улучшили свою ситуацию в 7-8%. То есть в малом и среднем бизнесе я хочу сказать вывод, наверное, самый главный, что сегодня все не так плохо и за счет него во многом российская экономика продолжает работать. если говорить о более крупных конечно и отраслях и бизнесах, то там существуют проблемы, серьезные проблемы, но тоже вот сегодня то, что мы видим и наблюдаем, что, например, началось, помните, с чего логистика Майерска ушел с российского рынка. Встало все практически там Санкт-Петербург, порт, другие порты, Майерска работала только на вывоз контейнеров пустых. Вот сегодня во многом эта проблема решена. Я буквально два дня тому назад встречался с руководителем и владельцем все растущей нашей логистической компании, которая имеет свой контейнерный терминал, в смысле контейнерный парк и терминалы и подвижной сегодня уже состав и суда. У него рост сегодня огромный, при этом он сегодня заместил, по крайней мере, на восточном направлении очень большую часть того, того минуса, который был. Конечно, западная пока сложности, хотя сегодня автомобильные отгрузки уже выходят на уровни предкризисные. Но только, конечно, за счет, прежде всего, западного флота грузовых грузовиков. Но на восточном направлении, я могу сказать, что восточно-южном, например, Новороссийск порт работает сегодня выше до кризисного уровня. То есть сегодня там идут и отгрузки, зерна это, само собой, там просто невероятный бум по отгрузкам зерна, тем более, что в России очень высокий урожай в этом году, больше 140 миллионов тонн. Кроме этого, это и контейнерные, это и генеральные грузы. То есть с Турцией налажены все новые-новые транспортные, логистические связи налаживаются. Сейчас там паромы появляются, там до 100 грузовиков, до 200 грузовиков, которые могут гулять. В общем, еще раз, по логистике более-менее значит все приходит в какую-то норму. Еще одна крупная проблема была эта проблема просчетов. Она по-прежнему, конечно же, сохраняется, но тоже, я думаю, что многие компании понимают, что расчеты идут. Это расчеты сегодня можно в рублях оплачивать во многих странах свои поставки, в третьих валютах, то есть в валютах стран, но и в больших валютах тоже возможно оплачивать поставки. сегодня касается, конечно, не подсанкционных товаров, но во многом сегодня все-таки постепенно шок первый проходит, и отгрузки начинают идти. И расчеты по ним возможны. Тем более, что в национальных валютах расчеты тоже сегодня резко растут, с Китаем налаживаются эти отношения. Сначала был шок с Вьетнамом, хотя у нас даже институт существует уже многие годы по расчету в национальных валютах, но сейчас постепенно этот шок проходит и тоже начинаются отгрузки. То есть второй вывод после первого про рынок, второй вывод, который, наверное, можно сделать из того, что происходит, система санкционных ограничений, которая введена сегодня, она уже не работает как раньше. Мы за это время вместе с вами, российские компании, их партнеры за рубежом и прежде всего, конечно, европейские компании, все и государства стремились к глобализации как главной цели развития. эта глобализация состоялась и перераспределение функций между странами каждого места в распределении труда мирового, она приводит к тому, что друг без друга мы жить не можем и не очень выгодно вести сегодня кризисы, потому что мы все все-таки одна семья, а внутри семьи всегда кризисы чреваты и не очень-то работают. Поэтому сегодня и на нас санкции, которые влияют, они все не таковы, не так разрушительны уже, как могли бы быть, если бы это было еще 20 лет тому назад, а с другой стороны они влияют и на тех, кто вводит санкции, мы видим, что пока серьезные потери экономические, они для обоих сторон очень-очень серьезны. Третий вывод и, наверное, самый такой основной, который Алексей Мордашов, Александр Николаевич, все мы, я думаю, поддерживаем. Надо прекращать эскалацию. Эскалация тоже, потому что риски военные, риски политические, так же, как риски экономические, не ведут сегодня никакому реальному результату. Это бездонная совершенно пропасть, которая закончится, ну, по крайней мере, мы все понимаем, чем грозит дальнейшее движение по этому направлению. Поэтому сегодня, я думаю, что бизнес должен стать, поддерживая Алексея, что бизнес должен все-таки сказать свое слово. Мы люди прагматичные и думающие, мы, наверное, лучше, чем сегодня эта общественная волна, действительно, она понятна, почему. Гуманитарные проблемы, это трагедии, которые сегодня в мире есть, это все понятно, но общество иногда не видит всех проблем и не просчитывает последствия. Бизнес мы лучше просчитываем последствия, мы видим, наверное, чуть дальше, чем чистые общественные деятели и политики. Поэтому вот сегодня бизнесу все-таки надо сказать свое слово, давайте завершать эту историю. спасибо. Свое слово надо сказать и надо надеяться, что оно будет услышано и действительно укрепить те связи, которые еще существуют. Кстати, это наша миссия, с одной стороны, конечно, поддерживать наших членов, выживать, а с другой стороны, держать каналы коммуникации открытыми. Алексей Кашаев, президент System Electric, вот сейчас много говорится о достижении технологической независимости, технологической суверенитета Российской Федерации, в частности, внедрение отечественных IT-продуктов и решений обрело критическую значимость, ну, так и в политических, так и уже в экономических процессах. Государство выступает локомотивом этого технологического прорива. И в этой связи у меня вопрос, удается ли бизнесу, который еще вчера и был иностранным, и уже сегодня иностранным, не совсем иностранным, не просто адаптироваться, а найти в новых реалиях потенциал роста и возможности для тоже каких-то новых инноваций. отец спасибо. Я думаю, что тут нужно немножечко говориться или дать чуть-чуть пояснений. Компания систем электрик образована в результате выкупа компании Шнейдер электрик в России топ-менеджментом. По сути, мы такая некая пост-европейская компания, не единственная в нашей отрасли одна из немногих. Занимаемся по-прежнему распределением электроэнергии и промышленной автоматизацией, то есть у нас такая больше технологическая отрасль. Но тут мое мнение таково по поводу технологического суверенитета, что в принципе интересы бизнеса и государства во многом совпадают в этом вопросе, потому что мы очень много в последний месяц общаемся и с нашими партнерами, и с нашими заказчиками конечными, и существует колоссальный дефицит надежности прежде всего, надежности во всем. И с точки зрения бизнеса, наверное, технологический суверенитет, понимаю, что слово модное, но по большому счету это надежность ведения бизнеса. Как можно думать о надежности ведения бизнеса с точки зрения IT-систем, если завтра компания Microsoft может со своей стороны, например, приостановить предоставление услуг, или SAP, или кто-то другой. Поэтому это вопрос и для нас в том числе, как для компаний, которые обеспечивают производство, бесперебойную работу предприятий, более трех тысяч человек. Для нас это вопрос выживания на самом деле, и с айтишной точки зрения, и с точки зрения бизнеса. И мы видим вот этот дефицит, и мы, как сказано было Борисом Юрьевичем, в этом вопросе тот бизнес, который вынужден, что называется, проявлять гибкость и выкручиваться в этих условиях. И мы понимаем, что в перспективе ближайших лет, наверное, других альтернатив нет, если мы хотим вот эту устойчивость обеспечить. Потому что, естественно, мы должны все риски на будущее просчитывать и прикидывать. Поэтому в части, например, IT-систем мы для себя выбор сделали, мы активно внедряем российских производителей сетевой инфраструктуры по железу и по программному обеспечению. И с моей точки зрения это дает нашему рынку некий дополнительный импульс к развитию, потому что если раньше была чудовищная конкуренция со стороны международных компаний, то сейчас и российские ERP-системы, и российские CRM-системы, и российские аналоги международных платформ, которые используются всеми международными компаниями и нами тоже, они получают очень большой импульс к развитию, они получают спрос, которого еще вчера не было. И понятно, что по многим параметрам они отстают, потому что мы сейчас имеем возможность сравнить, мы сейчас переходим активно на локальное программное обеспечение, мы видим разницу, мы понимаем недоработки, но вот тот спрос, которого еще вчера не было и который есть сегодня и будет завтра, он позволит собственно эти недоработки устранить, потому что мы как заказчик очень требовательные люди, потому что мы привыкли к хорошему, естественно, мы взаимодействуя с нашими новыми поставщиками будем стараться их тоже развивать. И они на это идут с очень большой охотой, и мы видим, что у России, особенно в части IT-технологий, колоссальный ресурс. И поэтому понятно, что может быть такой оптимизм в этом вопросе как-то диссонирует с общим настроением и с общей картиной, которая в основном про вызовы, про сложности, но я считаю, что вот эти сложности, они российской IT-отрасли дают колоссальную возможность для дальнейшего развития. Это в том, что касается IT-технологий, ну и мы как поставщик технологий, в том числе и программного обеспечения в области энергетики и промышленной автоматизации, как раз уже взаимодействие с заказчиками, тоже видим для себя некую возможность, потому что когда ты опираешься на международные технологии, на международный неокр, помимо плюсов этого подхода есть и минусы, не во всем мы могли принимать самостоятельные решения, не все платформы могли сами развивать, потому что глобальное предложение, оно хорошо с той точки зрения, что это дешевле масштабировать, но с другой стороны оно зачастую не всегда гибко отвечает требованиям российского рынка раз, и второе, поскольку мы работаем много в критических отраслях, идея хранить данные об энергетической инфраструктуре где-то в облаке, например, Microsoft, но оно тоже не всеми воспринимается положительно, плюс есть еще государственное регулирование в этой области, поэтому возможность иметь российские платформы, российский софт, который бы хранил данные здесь и отвечал нуждам российского рынка, это тоже направление, которое раньше было сложно развивать, а теперь развивать существенно легче. И наконец, по поводу других решений, технологический суверенитет это хорошее слово, но опять же безмышнородные кооперации невозможно, потому что, как уже говорила в том числе Ирина, есть отрасли, например, микроэлектроника, в которой полностью опираться на российскую элементную базу, но во всяком случае, в ближайшие несколько лет сложно, инвестируются огромные деньги абсолютно правильно, потому что частный бизнес такие отрасли, как авиастроение или микроэлектроника без поддержки государства не способен развить, но во всем остальном, с моей точки зрения, во всяком случае, в горизонте ближайших 2-3-4 лет и мы этим путем уже идем, основное это не окр, потому что да, можно импортировать компоненты из Китая, да, можно импортировать какие-то элементы технологии из-за рубежа, из нейтральных стран, из дружных стран, но ключ здесь это именно разработки, это схемотехника, это программное обеспечение, это формуэр, это кибербезопасность, все это может быть мы строим гостиницу в Абраудерсу, все контракты были подписаны со Шнайдером, заняло две недели все заменить на китайское. Да, да, ну и мы тоже сейчас активно перестраиваем соответственно все там и логистические цепочки, и производственные цепочки, но вот в долгосрочной перспективе мое мнение, жизнь покажет насколько оно оправдано, что тему не окр Россия вполне способна развить свою и иметь свой ресурс, который обеспечит собственно тот самый технологический суверенитет, а где находится производственная площадка, да, ну в условиях современного современного мира, в условиях современной экономики, не скажу не важно, важно конечно, но момент производства перестал быть таким определяющим, вот Борис Юрьевич хороший пример. Это будем как вот на наших телефонах сзади написано, то есть перефразировать дизайн в России, а сэмл в Чайна, да? Да, конечно, конечно. Прекрасно, спасибо, Алексей, на самом деле вот интересный тезис, что интересы государства и бизнеса во многом совпадают и тоже, что на самом деле приоритеты перемешаются. И я, во-первых, хотел отметить, что действительно это такая тенденция, которую мы давно обсуждаем, в этой связи обсуждаем вопрос декаплинг, но недавно мы с Александром Николаевичем были на налоговой конференции Московского финансового форума, и там тоже был от международной повестки к национальному или к настройке национальной системы. А в итоге все спикеры на подиуме все-таки сошлись во мнении в том, что это не или-или, а нужно и то, и другое. И это тоже прозвучало в вашем тезисе, что, конечно, Некр в России имеет свои шансы, перспективы, свой потенциал и даже потом производство на других площадках, но одновременно от международного элемента отказаться тоже, как сказать, было бы, наверное, неправильно. И это я говорю не только представителей иностранного бизнеса. Сейчас, пожалуйста, Константин Бинко, заместитель генерального директора консорциума медицинской техники, к вам хотел бы тоже по технологическим вопросам обратиться, только вы, как консорциум медицина, конечно, вот еще с другой точки зрения на это смотрите, как раз консорциум и создан, чтобы вот этот дисбаланс, который, может быть, исторически образовался на протяжении пары лет, чтобы его изменить и чтобы развивать отечественное производство медицинской техники. вот как вы видите потенциал этого технологического и как происходит взаимодействие именно, например, между вашей организацией и иностранными производителями медицинских изделий для обеспечения, потому что все-таки в итоге это так же важно, как в той отрасли, о которой мы слышали раньше от Ирины, так же медицинской техники, это здравоохранение, то есть в принципе все в конечном итоге должно быть в пользу пациентов. Пожалуйста. Спасибо, Даджио. Да, вы правильно сказали, что у любого государства люди самые ценные, а их здоровье это один из приоритетов государственной политики. И мы находимся медтехника, так же как и фарма посередине между людьми и государственным регулированием. И мы должны вот в этой плоскости, в этой серединке искать те точки соприкосновения, точки роста, которые нам позволят развивать в том числе и технологическую независимость, и работу на технологическое опережение. И правильно Алексей говорил, что да, Мэйден Раша разработка производства. У нас как у медтехников, производителей медицинской техники, так весь спалить, что мы являемся потребителями практически всех отраслей. От металлургии, химии, биотехнологического комплекса, программных технологий. технологий. И поэтому на нас очень остро коснулась первая волна санкций. То, что все были в панике и не понимали, а что дальше, а можно ли поставлять, а как поставлять, если нам запретили принимать деньги из России. У нас были такие в марте, в апреле случаи, когда контракт заключен, деньги перевели, а банк в Европе, это европейский, отказал их переводить на счет поставщика, потому что он сказал, что если я переведу, то у меня тут будут большие проблемы, но и вернуть я их тоже не могу, потому что у меня тоже будут проблемы. И вот эти два месяца разрешения этой ситуации и последние финансово-логистические проблемы, они у нас были отражены в июне, и как Борис Юрьевич сказал, что правильно Александр Николаевич, что бизнес очень быстро адаптируется, за эти два-три месяца перестроили производственно-технологические логистические цепочки, благодаря оперативным действиям правительства были внесены соответствующие изменения по возможности ускоренной регистрации, нелюбимое слово дефектурных позиций, сформирована определенная в мае, заработала эта процедура и по этой процедуре очень многие пошли, отечественные производители, потому что открылись рынки тех, кто хочет, но не может поставлять ввиду политика финансовых ограничений. Такие как-то санкции, они действительно не носят чисто такого экономического характера, а именно такого политического, что мы хотим работать, но мы не можем как, но и европейский бизнес, западный бизнес, они тоже старались перестраивать свою логистическую модель и прирост регистрации представительства компании в Турции показывает пример того, что действительно у всех есть желание сохранить свое место в России и развить здесь, дальше продолжать развивать свой бизнес. Алексей Мордашов тоже говорил, что да, нельзя уйти от соседа, а мы как консорциум объединяем отечественных производителей, которые в силу разных причин международной кооперации, финансово-экономические выгоды и других приоритетов, которые они расставили для своей деятельности, работают международными компаниями других стран, Китай, Соединенные Штаты те же самые, Индия, Турция, то есть это многообразие глобализации, оно отражается и на медицинской технике, потому что невозможно, ни в одной стране нет 100% импортозамещения, в Соединенные Штаты пару лет назад говорили, что у них 60% отечественного, но с учетом признания отечественности, которая у них существует, что произведенные в Китае, но если штаб-квартира находится в Штатах, то все это made in USA, то есть по сути мы так тоже можем отмаркировать очень много продукции и наши компании активно открывают представительства, филиалы, производства в Китайской Народной Республике, в арабских странах, для того, чтобы получить ту выгоду и обеспечить в итоге систему здравоохранения отечественного той медицинской техникой и медицинскими изделиями, которые ей необходимы. Нельзя уйти от соседа, и поэтому консорциум работает и с ассоциациями европейского бизнеса. Мы в ближайшее время, надеюсь, заключим соглашение о сотрудничестве, потому что сфера обращения медицинских изделий, которые мы курируем, она всеобъемлющая, и, в основном говоря, нельзя какие-то локальные местечковые решения принимать, не учитывая реальную ситуацию на этом рынке, на рынке медтехники. Понятно, что государство хочет обезопасить себя от возможных новых санкций новых, возникновение новых рисков, ухудшение ситуации, и поэтому многие программы, программные решения правительства направлены на локализацию, на замещение ушедших или компаний, которые стали экономически невыгодны, потому что некоторые изделия подорожали, подорожали кратно. В то же время ситуация складывается, так как у нас рынок регулируется нормативно-правовым полем с точки зрения необходимости. Раньше было лицензирование, сейчас наличие системы менеджмента качества и обязательности государственной регистрации медицинских изделий с целью подтверждения их эффективности безопасности, что существует во многих странах, в Европейском Союзе тоже. Поэтому мы продолжаем реализовывать государственную политику, но естественно мы смотрим по сторонам на наших соседей, с которыми мы будем развивать сотрудничество и объединять наши усилия для здоровья и сбережения. Спасибо большое, Константин. Это прекрасно и мы очень ждем развития этого сотрудничества компаний, которые у нас члены. Мы рады, что даже в кризисе есть точки нового начала. Мы, конечно, выбились полностью из графика, я прошу прощения, но хотел быть, три вопроса у меня остались, которые обязательно нужно задавать. Я буду просить тем спикеров, которым я обращаю максимально коротко, тезисно отвечать на них в течение одной-двух минут, а потом мы переходим к второй панельной сессии. Первый вопрос. Ирина, я вас перебил, но у меня осталось один маленький вопрос. Вот сейчас Алексей, Константин говорили в том числе о техническом сотрудничестве, вот вы говорили, что в принципе фармацевтика продолжает работать. Является ли сотрудничество с вузами для компании вашей отрасли такой точки роста, где мы могли бы расширять опять, например, с того уровня, где мы оказались сейчас с вузами? Да, с вузами. Да, несомненно, потому что, как я сказала, мы не просто производители ампулы или таблеток, нам же необходимо обеспечить весь цикл с момента диагностики молекулярно-генетической любой сети, КТ, любой, и аналитики. С помощью даже искусственного интеллекта мы сейчас используем с партнерами, в том числе научными, для того, чтобы, например, производить диагностику ранних стадий раков и легкого на основании КТ-снимков, которые во время ковида были сделаны. Было сделано сотни тысяч. Поэтому мы никак не можем отказаться, мы со Сколковой сотрудничали очень тесно. Конечно, мы на это надеемся, и без этого мы не сможем обеспечить экосистему, а значит, не сможем обеспечить условия назначения препарата для пациента. Спасибо большое. Борис Юрьевич, я не могу не вам дать второе раз слово, потому что вы недавно объявили, что срок действия ваших полномочий в качестве бизнес-омбудсмения подходит, к сожалению, к концу, оглядеваясь назад, оглядеваясь назад, каковы основные достижения, которые были достигнуты за... основные, самые яркие. И какие самые большие вызовы, которые вы видите, которые вы, скажем, передаете на будущее своим коллегам? Наверное, действительно, вдаваться в детали очень сложно, потому что, во-первых, бизнес должен оценивать, что реально ему, как и в чем мы ему помогли, а в чем не удалось. Но я просто хочу сказать, что у нас достаточно большой рейндж проблем всегда было. Я каждый год готовил доклад президенту, вот в последнем было больше 350 проблем опять, из предыдущего доклада перекочевало две трети, хотя одна треть все-таки решилась. Но это касается очень много видов проблем, да, огромное количество, очень много направлений, в которых идет взаимодействие между бизнесом и властью, потому что не говоря о налогах, понятных вещей, контроль надзоре, где мы тоже какое-то движение обеспечивали и какие-то решения принимались. Но кроме этого, интеллектуальные, защита интеллектуальных прав, это вопросы таможни, вопрос, ну вот целый рейндж. Наверное, что можно назвать достижением, это то, что мы создали некую систему, которая позволяла нам обрабатывать вот это огромное количество жалоб. Мы их получили за это время, там каждая это целая, значит, сага, потому что это очень сложная юридическая ситуация обычно, особенно по уголовке. Но мы их обрабатывали как? Мы создали самые, наверное, общественные из всех государственных институтов Российской Федерации, потому что вокруг нас огромное количество людей, которые не за зарплату на условиях, как мы любим говорить, пробона отрабатывали и отдельные обращения, и системные проблемы, которые существовали в экономике страны. Готовили мой доклад. Мой доклад, который там на эти 300 проблем больше, это не моя заслуга, это заслуга наших общественных омбудсменов, ну и часть региональных, которые тоже свою региональную часть готовили. Поэтому вот это, наверное, самое большое, что мы создали институт. Сегодня, уходя, я отдаю этот институт новые руки, конечно, тут важен еще и профессионализм, умение и желание самого уполномоченного, поэтому я говорил, что все-таки он должен быть предпринимателем, потому что на своей спине чувствовать все проблемы. Юристы, они всегда на договорах, они как бы за деньги осуществляют эту помощь, но сами на себя это не пропускают через себя. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы хотя бы первое лицо было предпринимателем, но, тем не менее, вот это вот огромное количество экспертов вокруг, это основа вообще работы нашего института. наверное, вот это вот самое важное, хотя еще раз, итоги есть, но количество людей, которым мы помогли, уголовки, это началось с этого, две с половиной тысячи мы только провели через амнистию уголовную, но это далеко недостаточно для того, чтобы решить проблему бизнеса в стране. Мы когда-то в начале говорили о том, что итогом, самым позитивным итогом нашей деятельности могло бы стать завершение работы института, то есть институт должен прекратить свое существование за недадобностью, но, к сожалению, до этого еще очень и очень далеко. Мы будем проходить этот путь, но огромное спасибо, что вы делились с этим впечатлением об этих годах и то, что вы действительно много системного достигли совместно, в том числе для наших членов. Александр Николаевич, хотел бы, может быть, почти как заключение нашей дискуссии просить вас сказать. Исторический бизнес, особенно после 2014 года, служил неким спинным хребетом отношений между ЕС и Россией. И, учитывая многолетное очень близкое и доверительное сотрудничество между РСПП и АЭБ, вот такое сотрудничество между европейским и российским бизнесом, тоже учитывая то, что сказал Алексей Александрович, он может еще служить или может снова служить этим спинным хребетом для восстановления этих отношений? Ну, такое впечатление, что для европейских властей российский бизнес уже не хребет, а часть тела, которая чуть ниже находится. Пинают как могут. Но, если говорить серьезно, то, безусловно, я соглашусь с Борисом Титовым, что бизнес, и диалог, B2B-диалог между российским и европейским бизнесом, вот это, ну, если не хребет, то какая-то основа для и политического регулирования. Если мы не прервем наши связи, будем находить способы продолжать сотрудничество, то политикам тоже рано или поздно придется налаживать отношения, и вместо вот того, чтобы пинать бизнес, так сказать, все-таки власти будут опираться на него как на хребет. Ну, кстати, я хотел, знаете, что еще о чем сказать, что вот благодаря в том числе нашему взаимодействию социации европейского бизнеса нам ведь удалось не только какие-то решения принимать, лоббировать, но и какие-то притормаживать. Давайте вспомним первую версию уголовной ответственности за соблюдение санкций еще после 2014 года, закон о внешнем управлении, который мы активно корректировали как РСПП, в том числе после консультации с АИБ, и довели его до состояния, когда его можно было принять, но Минэкономразвитие, понимая, что та версия, которую они предлагали, непроходная с точки зрения мнения бизнеса, положила его в долгий ящик. А что мы сейчас видим? Европейский Союз начал активно использовать системы внешнего управления. заводы Роснефти перешли под опеку, то есть во внешнее управление агентства сетевого Федеративной Республики, и комиссия европейская комиссия начинает активно распределять ресурсы, устанавливать тарифы, определять, кто что должен производить, в каких странах перераспределять. Госплан настоящий. Мы боремся здесь, чтобы даже несмотря на кризисы доля государства не увеличилась, чтобы не было национализации. Что мы видим? Вот в Юнипер где у нас государственные компании. То есть, понимаете, мы поменялись местами. То есть Россия осталась таким островком защиты кодекса Наполеона, римского права и так далее. А Европа начинает использовать советские методы. Кстати, сказать, вот этот закон о внешнем управлении мы, наверное, предложим Минэкономразвитию принять в нашей редакции. Потому что там ничего страшного нет. В той редакции, которую мы в итоге добились от Минэкономразвития, принятия наших поправок, и тогда все-таки последовательность процедур будет доверительное управление, менеджмент бай-аут, продажа с опционом на последующие выкупы. Только в крайнем случае внешнее управление через ВПРФ. Мы хотели бы, чтобы и на европейском континенте вот такая цивилизованная логика тоже использовалась при предятии соответствующих решений. Будем использовать АЭБЭДы того, чтобы цивилизованные механизмы продвигать в Европейский Союз. Спасибо. На этой ноте и неожиданной перспективы. Можно я пользуюсь случаем. Борис сказал, что бизнесу оценивать эффективность деятельности обоцмена. Мы очень высоко ценим десятилетнюю работу Бориса Титова на этом посту от имени РСПП. Хотя бы выразить благодарность. Более того, вот эти полтора часа, которые мы здесь сидим в президиуме, я уговариваю Бориса поменять закон по полномочиям и снять ограничения на два срока, он отказывается. Категорически против. Отлично. Спасибо большое. И, конечно, мы полностью разделяем вот те слова, которые вы только что сказали. Мне было крайне большое удовольствие модерировать эту первую сессию совместно с вами. Спасибо еще раз, что вы откликнулись положительно, что вы пришли либо онлайн, либо оффлайн на эту сцену с нами делиться вашим видением по текущим делам. Дорогие коллеги, уважаемые участники конференции, я знаю, что много вопросов еще есть, остались. Есть и гораздо более актуальные вопросы. Есть вопросы по, например, контроль за капиталом, все эти указы. мы их освещаем в других форматах. Вы знаете, у нас есть кризис апдейт, где мы об этих решениях говорим. Мы, конечно, понимаем, что в связи с теми решениями, которые были приняты вчера, тоже возникают множество вопросов, что это значит для предприятия, какие у них обязанности. по этим темам тоже вы можете ожидать, что уже сегодня мы вас приглашаем на соответствующие вебинары, где тоже будем объяснить вам вот все эти статьи, коды, которые нужно в этой связи учитывать. Я надеюсь, что вам дискуссия понравилась и желаю вам хорошей, плодотворной продолжения нашей конференции и завершаю первую сессию и объявляю, что мы сейчас без перерыва сразу плавно переходим к второй сессии. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Наша сессия называется «Нестабильность энергических отношений России и ЕС. Чего ожидать зимой?» Это, мне кажется, очень хороший вопрос. Мы будем это обсуждать вместе с Константином Симоновым. Он генеральный директор фонда на Национальной энергетической безопасности и с Майселем Салиховым президент Института энергетики и финансов и главный директор по экономическому направлению. И у нас подключен онлайн. Сейчас скажу. Виктор канона, ведущий эксперт Кэплер, leading provider of intelligent solution for commodity markets. Итак, я уже говорил, тема, наверное, очень интересная, потому что она касается не только экспертов нашей отрасли, касается каждого из нас лично. История сотрудничества Евросоюза и России была очень успешной, многолетной, с одной стороны, поставщик энергии, с другой стороны, потребитель. И эта схема сработала очень успешно и очень долго. Сейчас картина поменялась целиком. Есть ограничение поставок приятного газа, газопровода северного потока-1. И я хотел начать прежде всего с одним маленьким вопросом. Мы все знаем, есть вторая нитка северный поток-2. Он готов, но он до сих пор не работает. Как вы считаете, Массел и Константин, будет ли этот газопровод запущен когда-нибудь? Маленький ответ, да или нет? Я не думаю, что он будет запущен без изменения политической ситуации. Спасибо. Константин? Ну, сложно представить, что он будет запущен в ближайшее время, но я верю в рациональность и считаю, что мы все должны вместе останавливать иррациональное и безумное, и поэтому все-таки в более отдаленной перспективе я считаю, что этот проект вполне может заработать. Спасибо. Спасибо, Константин. Ну, у нас есть два мнения. Массел считает, что скорее всего он не запускает сам, Константин все-таки надеется, что он будет запущен. Но время покажет. Все мы знаем, с прогнозами это очень сложно, особенно если это касается будущего. Это вот известные слова Макатвена. вернусь к поставкам природного газа. ограничения. Доля российского газа составляет примерно 10%. Доля жиженного природного газа где-то 35%. Из стран Северной Африки поступает 12%. Из Великой Британии 10%. 29%. Из Норвегии еще 29-30%. Таковы энергобаланс приятного газа, поставок приятного газа в Европу. Евросоюз принимает большие усилия, чтобы заполнить газохранилищи. они уже заполнили в среднем до 80%. Достигается цель заполнить их до 90-100% к 1 ноября. Но тем не менее, Константин, у меня к вам такой вопрос. Может Евросоюз обойти без российского газа зимой? Как вы считаете? И второй вопрос. мы видим или мы знаем, что поставки российского газа сейчас не идут. А что случится с этим газом? И может ли Россия переориентироваться на другие потребители на Дальний Восток? Пожалуйста. Ох, ну вы знаете, ваш второй вопрос, я так понимаю, с подвохом и иронией. И на самом деле, если на два этих вопроса комплексно посмотреть, мне кажется, в этом и суть той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. Отвечая на второй вопрос, очевидно совершенно, что заменить почти 150 миллиардов кубометров газа, который в прошлом году Газпром поставил в зону Европы с Британией без Турции, естественно, невозможно в короткие сроки. Достаточно просто посмотреть на карту стройки силы Сибири 2. Напомню, что фактически даже не один, а два проекта. То есть, надо соединить Уренгойский узел с Китаем, надо соединить полуостров Ямал, и мы видим, что нет контракта, тоже все прекрасно знают, и без контракта строить газопровод довольно рискованно. Понятно, что Китай, видимо, сознательно выдерживает паузу для того, чтобы выбить лучшие условия, но стройка еще не началась, и, соответственно, мы понимаем, что она займет достаточно длительное время, и первый, как мы помним, труппроводный контракт был подписан в мае 2014 года, и в этом году мы рассчитываем выйти только на 20 миллиардов кубов поставок, а прошло уже 8 лет. Это плановый режим, и да, там старая, у нас сейчас новая, точнее, ресурсная база, как мы знаем, под первый контракт Чиенда и Кавыкта, который, кстати, планируют запустить уже в октябре-ноябре, здесь ресурсная база готова, и по Уренгою, и по Баваненково, и по острову Ямал, но сама стройка, конечно, это масштабная история, очевидно, совершенно, и в этом плане, ну, конечно, когда у нас там горячие головы, там, депутаты и другие интересные люди говорят, что мы там легко перебросим эти объемы на восток, ну, люди, которые занимаются этим бизнесом, прекрасно понимают, что легким этот переброс, ну, по определению быть не может с точки зрения стартовых условий, и мы тоже понимаем, что если сейчас падение поставок компенсируется с лихвой ростом цен, то если мы поставки обнуляем, то, соответственно, мы и выручку обнуляем, это тоже достаточно понятная и очевидная вещь, именно поэтому я в том числе, это не единственная причина, почему я, например, решительно против перекрытия поставок в Европейский Союз, но с другой стороны, вот теперь переходя к вашему первому вопросу, на самом деле, вот обойдется ли Европа без российского газа, ну, а что значит обойдется или нет, опять же, если, у нас, наверное, тоже горячие головы, думают, что если мы перекроем поставки, то в Европейском Союзе зимой будет там миллион замерзших трупов там на улице валяться, рухнет там вся экономика, Европейский Союз закончится там к январю, февралю, там начнется выход стран, там конец евро, я не исключаю, что такая картина у некоторых российских политиков есть в голове, но, конечно, люди, которые занимаются энергетикой, прекрасно знают там газовый баланс и понимают, что, конечно, о такой драматичной картине речь не идет, но ведь очевидно совершенно, что и без последствий, серьезных экономических последствий для Европы это тоже не обойдется, но в этом плане, когда мы слышим европейских политиков, но это прямо зеркало, когда они говорят, что все в порядке, вы не волнуйтесь, там уже не 80-85, там да, закачано, но все же люди, которые занимаются газоубийством, прекрасно понимают, что такое подземное хранилище в пиковый сезон, что у них есть функция вполне определенная, поддерживать текущие поставки в период пиковых зимных нагрузок, они сами по себе не работают, но мы слышим постоянно, как мантру, там не волнуйтесь, хранилище заполнены, это часть картины, и люди, которые занимаются газоубийством, не могут этого не знать и не понимать, и не могут не знать, там технические особенности подземного хранения газа, объем, технический объем подъема газа, что такое буферный газ, который там должен остаться, и что будет потом, когда пройдет эта зима, все прекрасно знают, те объемы СПГ, которые будут произведены в мире, нового СПГ до конца 22-го года, при том, что Европейский Союз нервирует постоянно и других поставщиков тем же механизмом price cap, которые сначала говорили про Россию, теперь говорят, давайте про всех, в итоге вот сейчас свежие новости, Алжир пытается изменить контракты и требует перевода нефтяной привязки к хабовой привязке, рассчитывая на то, что цены вырастут без всякого там price cap или с ним, там неважно. Важно, что санатра хочет получить более высокую цену, понимая, что сейчас у него есть все аргументы, если борется с российским газом, то самое то, выставлять новые условия. То есть в этом плане, да, европейская экономика пройдет эту зиму. Так же, как и российская экономика пройдет с новыми санкциями эту зиму. Тоже, мне кажется, это две иллюзии, которые очень опасны с европейской стороны, что сейчас еще санкциями поднажмем и они рухнут, а с российской стороны да сейчас трубу мы перекроем и конец. И вот это меня очень сильно беспокоит, потому что я вижу и с российской стороны, и с европейской стороны желание ввести борьбу в логике нанесения друг другу максимального ущерба. То есть вместо того, чтобы думать о том, как собственную экономику спасать и развивать, мы друг другу наносим максимальный экономический ущерб, считаю, что мы находимся в состоянии экономической войны. И в этом плане очевидно совершенно, что без российского газа, еще раз повторю, Европа выдержит, но мы видим уже там, да, и новости о закрытии предприятий и счета коммунальные, я не буду это все перечислять, все это хорошо известно, и цифры есть, и прогнозы, и во всех версиях очевидно совершенно, что это будет чудовищный экономический и социальный стресс для Европейского Союза. Поэтому возникает вопрос, зачем мы как два боксера избиваем друг друга, в том числе и в газовой сфере, вот Андрея Спредлева совершенно заметили, что более 50 лет мы успешно торгуем газом с Европой, и в Советском Союзе, когда мы были идеологическими врагами, и начинали мы эту торговлю в ситуации, когда Советские Союзы, Западная Европа были идеологическими врагами. Но это не помешало трезвомыслящим людям начать эти поставки, которые 50 лет обеспечивают Европе, дешевые энергоносители в нужном объеме, ну а Россия, собственно, развитие газовой индустрии и стабильный приток денег. Это тоже понятно. Поэтому мой ответ, что да, европейцы продержатся, но с колоссальными издержками для себя. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы разговор с Европой взаимный и с нашей стороны, и с европейской стороны продолжали в логике, а давайте еще подумаем, как друг другу нанести еще более серьезный экономический, энергетический ущерб. Вот это, мне кажется, очень опасная вещь. Спасибо, Константин. Вы уже помнили этот price cap, потолок цен на трубопроводный газ. Как на ваш взгляд это средство, что означает? Пока решение не принято, потому что есть разногласия в Евросоюзе, есть разные мнения, но тем не менее этот вопрос активно обсуждается. Есть планы ввести такой механизм. Как вы считаете, этот механизм может содействовать и тормозить рост цен на газ? Или наоборот это способствует дальнейшему росту цены на газ? Опять же, вы видите, что у нас поставки и так достаточно сильно упали, и оставшиеся поставки по турецкому потоку и по одной ветке через Украину, они идут, что называется, на тоненького. И мы каждый день можем получить новость очередную. и все это приведет к еще большему ухудшению ситуации. Я это говорю к чему? К тому, что все-таки хорошо, что у нас пока позиция президента и Газпрома заключается в том, я ее так понимаю, что мы готовы сохранить торговые отношения в области газа с Европейским Союзом, но если санкции не позволяют нам решить те или иные проблемы, это вопрос к европейской стороне, мы придумывать за европейцев, как решать санкционную историю не будем. Яркий пример ситуации с турбинами в северном потоке, позиция Газпрома, мы готовы продолжать, но вы ввели санкции, они не позволяют нам отремонтировать турбины, вот сами вернуть одну турбину, остальные отремонтировать, вы сами там придумайте, вы сами это намутили, извините за грубое слово, сами это все разрулите, а потом мы в принципе готовы к этому возвращаться. Все-таки эта позиция намного менее радикальна, чем просто вот эта идея, давайте просто первыми отключим газ. Я это к чему говорю? На самом деле и Путин об этом говорил на Данимосовичном форуме, что если будет официально введен механизм price cap, что по нефти, что по газу, Россия поставлять этим странам не будет. В этом плане я думаю Марсель про нефть расскажет, скажем, почему я вижу, что такие страны, как Индия, не хотят вводить механизм price cap по нефти, хотя они реально, он как бы существует, ну де-факто, потому что они получают дисконт, потому что это политическое решение, на него придется политически отвечать, причем Россия уже заявила, что если вы вводите этот механизм, поставки будут ноль. То есть если Европа официально введет механизм price cap по газу, ясно, что поставки Россия вынуждена будет обнулить. Дальше можно спорить, кто первый перекрыл, если это, на мой взгляд, если эти печальные лавры кому-то еще нужны, будут. Поэтому тут все ясно, на мой взгляд, с точки зрения цены. Если действительно Европа вводит механизм price cap по газу, поставки тут же прекращаются, тут вариантов нет. После этого, конечно, цена радикально растет, это ясно, потому что идея ввести price cap на всех поставщиков, но я думаю, она у поставщиков вызывает просто смех, честно. Но введите механизм price cap по отношению, я уже упоминал, к санатраху, или к американским, даже не к американским, а тем крупным компаниям, которые имеют контракты с американскими заводами, имеют их газ в портфеле, или введите на Катарске с ПГ сейчас price cap в ситуации зимы роста спроса в Азии. Ну, конечно, собственно, реакция поставщиков будет довольно очевидна. В этом плане цены вырастут, и вы рынок все равно не обманете. Тут правильно на первой панели прозвучала эта мысль, что в Европе сейчас вводятся элементы такой социалистической экономики. Госплан, Госкомцен, вот. Мы это все проходили, можете обращаться, мы расскажем, как это все работало в Советском Союзе. И к чему это привело? Все это закончилось, тоже можем рассказать, как, если вы, я имею в виду, европейцы, не представляете, чем это кончается. Поэтому вот все эти игры в Госкомцен закончатся очень плохо для европейцев. Я думаю, что европейский бизнес это тоже должен понимать. Спасибо, Константин. Ну, я думаю, мы можем как вывод сказать, что данный механизм прайскепа приносит ущерб и поставщикам, и потребителям, но не всем поставщикам, поставщикам трубопилотного газа выигрывают только поставщики сжиженного природного газа, на мой взгляд. Два слова скажу буквально, опять же, по поводу цен. Вы правильно говорите о том, что, например, Россия как поставщик, ведь на самом деле не она же придумала тот ценовой механизм, который сейчас привел к этим диким ценам. Но интересная позиция европейских властей, вот я слушал Сула Фонденляй в Европарламенте, она говорит, а вы знаете, мы сейчас думаем, что надо этот механизм менять. Привязка к хабам плохая история. Здрасте. Мы приехали. То есть, это как это так? То есть, мы более 10 лет говорили о том, что есть нефтяная привязка, механизм, объясняли, собственно, суть долгосрочных контрактов, ответственность поставщика, ответственность потребителя. Кстати, про подземные хранилища я неоднократно в Брюсселе говорил, слушайте, вы в рамках третьего пакета эти подземные хранилища просто потеряли, про них забыли как бизнес, а теперь вспомнили и молятся на эти хранилища те же самые люди, когда планировали третий пакет, все эти эндбендлинги, просто про подземные хранилища забыли. Он как бизнес фактически еле-еле выжил, да вы вспомните, что было с подземками еще буквально 4-5 лет назад благодаря вот этим реформам, а теперь оказывается это спасение Европейского Союза. Так подождите, вы сами вводили этот механизм, привязка к хабам, краткосрочные контракты, уверяли, что это будет праздник потребителя, конкуренция газа с газом, и теперь все это рушится на глазах, то есть мы предупреждали, что эта конструкция несет колоссальные риски, и они сработали, и причем задолго до 24 февраля все это началось, а теперь Брюссель говорит, о да, что-то тут не работает, давайте, значит, другую модель будем применять, какую модель, прайс кэп, как бы еще один эксперимент, опять же, действительно, как-то не узнаешь иногда Европу с точки зрения, что-то как в зеркало смотришь, что-то похожее мы у себя наблюдали неоднократно, вот такие идеи, как бы там, давайте так, давайте сяк, и дело не вид, что раньше ничего не было, поэтому мне кажется, вот такое довольно волюнтаристское отношение к ценовым механизмам, и вот такие идеи, там, да, не так, давайте еще вот так попробуем, может очень дорого европейскому потреблению обойтись, при том, что мы-то на самом деле, еще раз говорю, не настаиваем на том, что цены должны оставаться на таком уровне, как бы, вы знаете, что мы комфортно существовали и при других ценах, нас все время выкидывали с рынка, говорят, вы неправильные, нужна диверсификация, мы говорили о том, что диверсификация не должна быть самоцелью, самоцелью должны быть нормальные цены для потребителя в Европе, такая же была позиция, но нам говорят, нет, 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 главная цена с диверсификацией, ну вот мы наблюдаем диверсификацию вместе с новыми ценами. Спасибо, Константин. Переходим к другой теме, санкции были уже упоминуты, и санкции, конечно, тоже касаются российского топлива и энергического комплекса, Массел, поэтому к вам такой вопрос, вы можете описать, какие воздействия оказали санкции на ТЭК, на российский ТЭК, как вы оцениваете будущее, то есть как российский топливо и энергический комплекс развивается дальше, скажем так, в среднесрочные, так и в дальнесрочные. Ваши оценки. Спасибо большое. Я думаю, что, во-первых, ситуация будет довольно сильно отличаться для разных секторов, то есть нефть отдельная история, газ отдельная история, и ситуация в этих отраслях будет сильно довольно отличаться. Если мы говорим о том, какой краткосрочный эффект имели те санкции, которые уже введены, то мы придем к выводу о том, что на самом деле российская отрасль довольно быстро адаптировалась к тем ограничениям. Допустим, добыча нефти в апреле упала по отношению к февралю на 8-9% из-за того, что многие существующие каналы и продажи нефти, и логистики оказались под угрозой. Но тем не менее добыча довольно быстро восстановилась. И как раз основной механизм, за счет чего это произошло, это был именно рыночный инструмент в форме скидки. То есть сейчас российская нефть торгуется с дисконтом и по сути те потребители, которые покупают российскую нефть, они получают выгоду. То есть для них есть понятный экономический механизм, почему они готовы брать на себя риски вторичных санкций, риски возможного ухудшения политических отношений с западными странами и так далее. Поэтому мы это видели на протяжении последних месяцев, что показатели экспорта и добычи восстанавливались за счет как раз частично переориентации на другие рынки. Ну вот Индия известная история, там выросли поставки в Китай и так далее. И в какой-то степени на самом деле европейский пакет санкций, который ввел будущий эмбарго, он способствовал восстановлению потоков на европейский рынок, потому что собственно говоря компании европейские понимают, что наступит эмбарго, имеет смысл сейчас по крайней мере в какой-то степени воспользоваться этими возможностями, но есть какой-то понятный правовой механизм. Но тем не менее, несмотря на некую такую вот как бы краткосрочную оптимистичность, допустим, уже в августе там те же показатели добычи ухудшились и те же показатели экспорта на азиатские рынки, они снизились. И собственно говоря, да, российская, в частности нефтяная отрасль, она показала свою устойчивость, компании переориентировали свою логистику, свои там коммерческие отношения, но тем не менее остается много проблем, много трудностей. В какой-то степени, ну вот и устойчивость там российской экономики, она связана с устойчивостью нефтяного экспорта, но не знаю, если мы представим сценарий, в котором наступает и там, не знаю, мировая рецессия, начинается снижение спроса на энергоресурсы, снижение цен, то понятно, что Россия, которая продает свой продукт со скидкой, она будет еще в большей степени страдать от этого, то есть она будет таким маржинальным замыкающим поставщиком. Во-вторых, ну вот будет будущий эмбарго Европейского Союза, который вот наступает там в конце этого года, начала следующего года, и это с точки зрения того, что как надо перенастраивать свой бизнес, новые сложности, потому что все равно поставки на европейский рынок сейчас остаются на довольно высоких уровнях. Плюс то, о чем вы уже говорили, механизм price cap, который для газа вроде бы как он пока отложен, для нефти он странами семерки как бы по крайней мере в виде какого-то общего меморандума принят, но пока непонятно, какие конкретные параметры этого price cap будут вводиться. При этом я думаю, что в целом этот механизм он не является эффективным даже с точки зрения стран, которые будут его вводить. То есть по сути основная цель этого механизма это как бы лишить российскую экономику валютного притока, валютной выручки, потому что если вводится просто ограничение на физические потоки, то собственно говоря рост цены позволяет компенсировать потерю объемов. И собственно говоря в последние месяцы это показывали, что важно сколько денег приходит, а не важно сколько конкретно там нефти или газа вы поставляете. И собственно говоря неэффективность тех механизмов, которые западные страны уже ввели, оно как мысль дальше развивается и сейчас она скорее кристаллизовывается в форме прайс-кэпа, но ответными действиями России будут отказ от поставок в эти страны и собственно говоря и механизмы контроля допустим в частности по нефти, как это собственно говоря будет имплементировано, кто будет и как за этим следить и насколько эффективны механизмы имплементации собственно говоря такого прайс-кэпа кто присоединится Индия, Китай будут ли они участвовать в этом или нет потому что они-то как раз основные бенефициары сейчас от того, что российская нефть продается со скидкой там есть очень много таких вопросов поэтому я думаю что скорее механизм он вполне может увеличить скидку из-за того, что просто стационные риски там будут увеличиваться и так далее но в своих целях поставленных что Россия будет там поставлять нефть там не знаю ниже 50 долларов за баррель или какое-то другое там значение то этого не произойдет просто а если говорить о каких более долгосрочных перспективах ну понятно что собственно говоря и по газу и по нефти ну все равно будут большие сложности у российской промышленности вот все равно европейский рынок был ключевым он ближайший с точки зрения логистики с точки зрения расстояния с точки зрения той инфраструктуры которая есть поэтому переориентация на там на азиатские рынки на какие-то другие рынки и так далее она а означает дополнительные издержки б все равно ну как бы какие-то потери будут понесены то есть в целом мы полагаем что часть структурное падение в добыче нефти оно произойдет то есть часть нефти просто не будет востребована сейчас по крайней мере в ближайшие годы хотя в этом году падение добычи не произойдет спасибо переходим к следующему спикеру Виктор Катона я надеюсь он нас услышит увидит пока да да я все слышу да добрый день приветствую вас Виктор вот Марсель уже упомянул что вступает в силу эмбарго на российский нефть в конце этого года каковы ваши какова ваша оценка приведет ли это к снижению или к росту российского экспорта в следующем году и дальше и какие факторы еще могут повлиять на добычу и экспорт российского газа в будущем как ваша оценка пожалуйста сразу отвечу приведут к снижению то есть здесь не стоит каким-то образом удовлетворять себя тем нарративом который возможно существует точно будет снижение я попытался немножко визуально продемонстрировать все то что я собираюсь сказать поэтому если посмотреть первый слайд хотел бы показать что именно происходит в российском нефтегазе это именно нефтедобыча и экспорты сорта юрлс главного экспорта сорта который традиционно исторически всегда поставлялся в направлении Европы идея того что российская нефтедобыча упадет катастрофа будет неминуема она не реализовалась сразу после событий 24 февраля и всех последующих первая реакция российских нефтяных компаний была осторожность как уже Марсель упоминал совершенно верно компании должны были перестраивать цепочки внедрять новых посредников например и фактически это повлекло за собой падение в миллион баррелей в день добычи то есть с 11 до 10 но начиная с апреля фактически вплоть до самого конца июля это был постоянный рост таким образом получается определенное синусоидальное развитие нефтедобычи потому что сначала было падение потом был на протяжении всего лета в том числе за счет очень сильного домашнего спроса в России внутреннего был рост а сейчас начинается вот это уже структурное фактически заведание и посепенно вот падение на фоне тех санкций которые вступят в силу 5 декабря а потом впоследствии и 5 февраля что это повлекло за собой экспорт самый высокий в течение всей постпандемичной истории России то есть в коронавирусные годы 2020-2021 год не было такого высокого экспорта как по нефтепроводному направлению так и по морю соответственно если это скомбинировать с высокими ценами а они высокие фактически если посмотреть где были цены бренд до февраля и где была цена юролс даже после дисконта в 25-30 долларов за баррель получается примерно те же самые 80-90 долларов за баррель то есть фактически геополитический риск он взвинетил цены но он взвинетил цены так что цена для российской добывающей промышленности осталась примерно такая же и существенно выше чем точка отсечения рентабельности то есть фактически все компании рентабельны все компании зарабатывают и все компании все еще продолжают иметь тот экспорт который они имеют и те цены с которыми мы имеем дело я бы еще здесь отдельно добавил что аналитика и вообще информация по поводу российского нефтегаза стала крайне непрофессиональной если посмотреть на прогнозы допустим международного энергетического агентства которое в марте-апреле сразу заявило о том что добыча упадет на 3 миллиона баррелей в день и продолжала этот прогноз даже в период когда российская добыча уже росла говорит о том что есть некий вот такой вот структурный разрыв между тем что происходит и между тем что определенные организации хотели бы видеть аналитика стала редкой и хорошая аналитика стала вообще очень ценным и явлением поштучным фактически хотел бы перейти на прогноз потому что я описал в принципе что происходило в то же самое время хочется сказать что будет нам кажется что новая норма для российской нефтедобычи это примерно интервал 9,5-10 миллионов баррелей если ввести это в какой-то исторический контекст это примерно 2020 год то есть первый коронавирусный год первые сокращения добычи в рамках ОПЕК плюс единственная и довольно существенная разница между 2023 и 2020 годом это то что цена на нефть существенно выше существенно выше в силу ряда причин например отсутствие иранской сделки полное падение добычи в Западной Африке сокращение тех темпов роста которые предполагали в Соединенных Штатах первую часть из-за взвинчивания цен самой добычи то есть инфляция работает не только на потребительскую корзину а также работает для нефтяных компаний и соответственно они имеют это в виду самая большая проблема в целом будет не сохранение рентабельности компаний а самая большая проблема и вызов для российского нефтегаза в целом это нахождение новых партнеров потому что нащупана Индия и Индия импортировала 800-900 тысяч баррелей в день российской нефти фактически это один танкер в день при том что в феврале самом феврале 2022 года не было ни одной поставки ни одного отправления отправления танкеров из российских портов направления то есть это совершенно новое направление сейчас уже вполне структурно потому что там уже есть долгосрочные контракты один по крайней мере пока что Китай пока что разочаровывает несмотря на то что там есть рост общее падение спроса в Китае а текущий год 2022 это первый год за последние 20 лет когда китайский спрос конкретно падает с одного года на другой причем падает на 1 миллион баррелей в день влечет за собой довольно серьезные структурные явления в первую очередь Китай покупает существенно меньше нефти в условиях бэквардации когда любое хранение нефти в принципе невыгодно Китай вплоть до по самого последнего момента фактически использовал те огромные запасы нефти которые он накопил в течение 20 и 21 года мы считаем что Китай будет одним из самых крупных факторов роста импорта российского нефтегаза Индия останется Китай останется самый главный будет вопрос а что помимо них есть страны в Азии которые проявляли определенный интерес будь то Индонезия будь то Пакистан Шри-Ланка стала внезапно покупать российскую нефть Таиланд или Вьетнам тоже могут присоединиться но структурно это не те страны которые могут потянуть условно весь экспорт причем экспорт именно тот который испокон веков ориентировался на Европу нет практически никаких проблем с тем чтобы взять партию ВСТО английской динаминации ЭСПО и продать их китайским нефтеперерабатывающим заводам с удовольствием там и премия там и дисконт российский по этим сортам довольно низкий проблема будет с Юрлс как переориентировать те фактически 2 миллиона баррелей в день то есть это 3 танкера каждый день которые направлялись в направлении Европы как их перенаправить в сторону Азии вот с этим будут проблемы с нефтепродуктами тоже особенно с дизелем поэтому если каким-то образом обобщать то новая норма это будет примерно 9,5-10 миллионов то есть примерно на 1 миллион ниже чем сейчас будет падение в нефтепереработке потому что нефтепереработка опять-таки структурно заточен на то чтобы удовлетворять экспортные нужды а Азия намного более насыщена в плане нефтепродуктов нежели Европа которая имеет структурный дефицит дизеля поэтому будет сложнее Россия станет фактически дисконтируемой страной по всем направлениям поставок но опять-таки высокий уровень цен будет сохранять компании в той зоне которая все еще позволит им существовать довольно комфортно здесь еще бы дополнительно сказал что пока что большинство тяжестей несут на себе государственные компании то есть государственные компании типа Роснефть или Газпромнефть если посмотреть нефтедобычу Лукойла или Сургутнефтегаза они не изменились с февраля соответственно есть в отличие от сделки ОПЕК плюс где в принципе все урезали равномерно свою добычу и в соотношении со своей рыночной долей на такой же коэффициент падает добыча Роснефть и Газпромнефть фактически в авангарде тех которые урезают добычу и есть предположение что это так и сохранится вот эта вот тенденция пусть и в меньшей мере но в 2023 году отдельный вопрос что будет происходить с иностранными проектами большинство уже в той или иной степени структура владения этими проектами уже урегулирована Сахалин остается Сахалин 1 остается как такое последнее неурегулированное состязание между фактически государством и оператором Эксомобиль которое привело к тому что там добыча которая была 200 тысяч баррель в день упала до 10 и фактически простаивает проект и добыча там ведется совершенно минимально как это будет урегулировано пока что еще неизвестно до конца года существует мораторий есть очень большая доля вероятности что будет возмещена или домашними собственными компаниями внутренними или инвесторам из дружественных или просто не аффилированных стран и после этого будет повторный рост то есть Азия в целом как нефтедобыча ориентированная на Азию так и экспорт ориентированная на Азию чувствует себя хорошо экспорт который ориентирован в Европу не чувствует себя хорошо и особенно после внешнего управления которое вводится в отношении роснестерских МПЗ в Германии и возможно лукоиловского МПЗ в Италии на Сицилии там будут большие сложности потому что придется в скором времени переориентировать большие объемы это произойдет дисконт останется но будет структурное падение добычи до тех уровней которые я указывал спасибо большое Виктор мы в принципе пришли к концу нашей сессии я предлагаю если у кого-то из аудитории есть вопросы к нашим спикерам пожалуйста я никого не вижу хотя мне кажется либо мы ответили на все открытые вопросы хотя у меня еще масса вопросов одну минуту фирма из first of all for the conference мой вопрос очень очень simple как мы кассасс к этой великой информации вotte для того не Я не получил все это, как источники в каких-то веб-сайтах или влечах этих институтов, которые были в этом панели в этот момент. Спасибо. Меня зовут Вайсор Реоплер из Гристии. Спасибо. Это скорее вопрос к нашим спикерам, которые являются представителями данных организаций. Они лучше всего могут ответить, готовы ли делиться публикациями. Может, да, Масель? Да, конечно же. Вопрос, я так понимаю, по данным и по поводу доступа к… Ваши публикации, которые есть, где можно их получить? Они в открытом доступе или какие варианты есть? Я так понял вопрос. Да, конечно же. Я уверен, на нашем сайте и на сайте Фонда национальной энергетической безопасности, Константина, публикации есть, материалы есть. Вот Виктор об этом говорил. Да, что действительно сейчас есть очень большой вакуум информации и понимание того, что происходит, потому что значительная часть данных и статистики, она засекречена и недоступна. Да, то есть у нас нет таможенной статистики, вот поэтому мы не знаем на самом деле, что происходит с экспортом и импортом. У нас нет статистики CDUTEC, это, собственно говоря, такой основной был поставщик и является информацией по топливно-энергетическому комплексу. Есть там и статистика Минфина под закрытой и так далее. Вот поэтому, да, действительно сейчас непростые времена с точки зрения того, чтобы не только строить прогнозы, но и вообще понимать, что было в прошлом месяце, чтобы узнать, что же было по факту. Вот, но тем не менее, да, как бы возможности для анализа, для восприятия, они есть. Вот и поэтому, ну то есть, да, конечно же, в принципе, можно обращаться и в том числе к нашим источникам. Спасибо. Константин? Ну я согласен с Марселем, что действительно сейчас ситуация осложнилась с точки зрения доступа, причем не только к российским, да, мы знаем, что сделали западные системы, там, Блумберг и Томпсон, как они поступили с российскими клиентами к вопросу о цивилизованности бизнеса. Ну ладно. Правда, пока еще ситуация не так плоха, я имею в виду, что пока ситуация в бизнесе, в том же нефтяном не так плоха, иногда еще какие-то отголоски статистически доходят. Вот. У нас появилась даже в прессе такая странная, там пишут, по данным источников, посмотревших на статистику, но тем не менее так такого рода публикации есть на лентах. Ну просто сама формулировка, конечно, такая немножко странная. Я думаю, что правительство пока все относится неплохо, публикует эти данные, да. Газпром публикует публично. А потом Транснефть публикует официальный пресс-релиз о том, что она полностью не согласна с этими оценками. Такое тоже действительно бывает, Марсель прав. Но, в общем, мы стараемся, мозги наши скрипят, так что у нас есть и открытые, конечно, публикации, и на сайте они нашем есть. Есть, конечно, то, что мы продаем, потому что мы являемся коммерческой компанией, и в этом плане тоже вынуждены зарабатывать, чтобы жить. Поэтому обращайтесь, мы всегда рады. Спасибо. Есть еще вопросы? Виктору? Хорошо, тогда завершаем нашу сессию. Еще раз большое спасибо нашим спикерам, Маселу, Константину и Виктору. И я думаю, сейчас время перерыва, если я не ошибаюсь. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 У нас сегодня эксперты, которые, наверное, лучше всего могут на сегодняшний день дать характеристику всего происходящего, говорить о будущем, оценивать прошлое. С удовольствием представляю участников нашей дискуссии. Ярослав Лисоволик, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», Александр Морозов, директор департамента исследований и прогнозирования Центрального банка РФ, Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал», и Крис Уифер, партнер и основатель компании «Макроэдвайзери». Ну, я уверен, что вы знакомы уже с нашими спикерами не понаслышке и прекрасно знаете те материалы, те темы, которые они освещали в многочисленных своих интервью в различных материалах, статьях, поэтому рассчитываем, что дискуссия будет очень интересна. Ну, как я уже сказал, сессия по макроэкономике действительно одна из наиболее актуальных и важных тем. Сейчас происходит слишком много различных изменений, и в большинстве своем, говорить честному, они непредсказуемы. Прилетела целая стая черных лебедей со всех частей света, меняется правительство стран, перестают работать какие-либо долговременные договоренности, нарушены цепочки поставок. Мы видим, что организация объединенных наций становится менее эффективным инструментом, так же, как и многие другие международные институты. В значительной степени подорвана работа финансовых институтов. Ну, один мой знакомый говорил, что самые интересные профессии это кутюрье-экономисты, потому что те и другие работают с моделями. Ну, на самом деле, я в какой-то степени с ним соглашусь. Ну, сегодня моделей на сцене не будет у нас, мы о них поговорим. Собственно говоря, когда я прочитал название сессии, она звучит по-английски macroeconomic scenarios, is the die cast. Я почитал перевод, который дали организаторы, die cast – жребий брошен. Ну, на самом деле, я когда готовился, поспрашивал переводчиков, как вы перевели эту фразу. Кто-то сказал, что это можно перевести как «между молотом и наковальней». Один человек, который, вот это, кстати, понравилось мне больше всего, он дал перевод «Как закалялась сталь». Вы помните, ну, действительно очень остроумно, да, Николай Островский, который написал свое произведение о формировании личности, стойкости, характере, и, собственно говоря, в нашей экономике сейчас мы смотрим на то, что у нас идет становление многих процессов, причем не благодаря, а вопреки. И, собственно говоря, как закаляется сталь. Мы знаем, что сталь бывает совершенно разными характеристиками. Бывает высокая углеродистая, средняя углеродистая, низкая углеродистая. И если каким-то образом мы хотим обыграть сравнение, то в нашей стране очень много углеводородов. Но в то же время мы знаем, что сталь, которая есть высокоуглеродистая сталь, она самая крепкая, но в то же время она очень быстро ржавеет. И нам нужно, собственно говоря, самим понять, каким образом мы можем модифицировать состав нашей стали, чтобы экономика была прочной и в то же время не ржавела, и в долгосрочной перспективе она была способна соответствовать потребностям нашей страны, нашего населения. Ну, собственно говоря, что мы видим в экономике? Мы видим, что объективные показатели показывают определенные затруднения. Там, если посмотреть на такой фактор, как железнодорожные перевозки, то они снизились на 5% по отношению к августа 2021 года. Это в какой-то степени коррелируется с цифрами и показателем попадения ВВП. Но тоже, если говорить объективно, то многие цены, скажем так, не поддаются какому-то прямому анализу напрямую. Если посмотреть на статистику, например, по автомобилям, то здесь совершенно разные показатели. У дилеров есть до сих пор автомобили, которые были завезены в Россию по цене доллара к рублю, с курсу там сильно выше 100 рублей, в то же время по параллельному импорту уже начинают поступать автомобили по другому курсу, который мы видим сегодня. Экономика адаптируется довольно-таки быстро. Мы видим, что адаптация идет гораздо быстрее, чем можно было ожидать. И мы видим, что потребители все чаще и чаще говорят о том, что переключаются на локальные продукты, и они предпочитают покупать российскую продукцию. Ну, давайте начнем уже наше обсуждение. У нас есть час времени. Как говорил Павка Корчагин, самое дорогое, что у человека есть, это жизнь. Она дается ему один раз. Ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И надо спешить жить. Давайте поспешим жить. Как сложится наша жизнь в ближайшие годы? Давайте зададим вопрос первому нашему спикеру Ярославу. Ну, последние пару лет стали, наверное, одними из наиболее тяжелых для выстраивания форкастов. Процесс дегаблодизации пошел очень быстро. Идет разбалансировка различных макропроцессов. Но даже не макропроцессов, а микропроцессов в том числе. По мнению президента, инфляция в России по итогам года может снизиться и составить 12%. И впервые за всю историю стать ниже среднестатистических европейских показателей. Скажите, насколько сейчас можно говорить о том, как мировая экономика влияет на прогнозы макропоказателей в отдельных странах и, в частности, в России? С вашей точки зрения. Да, Александр, спасибо. И спасибо большое организаторам за приглашение. С точки зрения прогнозов, я думаю, вообще это дело стало намного более сложным. И вот вы, Александр, говорили о факторе непредсказуемости. Вообще последние годы, если смотреть на качество прогнозов и на точность прогнозов на финансовых рынках, совершенно очевидно, что эта точность существенно снизилась. И причина заключается в том, что многие ключевые фундаментальные факторы — риски, прежде всего риски, не были в должной степени учтены финансовыми рынками и экономическими субъектами. Причем речь идет именно о долгосрочных факторах, долгосрочных рисках, в том числе геополитике, в том числе фактор пандемии, в том числе и другие факторы, которые еще, наверное, могут о себе сказать. Тот же фактор кибербезопасности, фактор громадного дефицита специалистов, который сейчас начинает наблюдаться на рынке труда во многих странах мира. То есть есть вот эти факторы системные, долгосрочные, которые не учитывались, и сейчас придется в растущей степени их на уровне компаний и на уровне государств в большей степени учитывать в своих сценариях, в своих прогнозах. Но с точки зрения влияния именно факторов мировой экономики на российскую экономику, я думаю, в целом, наверное, можно говорить о снижении этого влияния. Мы видим, что по отдельным сегментам российских финансовых рынков степень корреляции, степень взаимозависимости, скажем, движения рубля по отношению к мировому валютному рынку, к динамике мировых валют, она снизилась. То же самое можно сказать и о других сегментах финансовых рынков, в том числе о российском фондовом рынке. В условиях, когда у нас ограничиваются операции с капиталом, конечно, вот эта корреляция, вот эта взаимозависимость с мировыми потоками капитала, она снижается. Ну и, конечно, меняется степень зависимости от мировой экономики с точки зрения географии. В условиях, когда наращивается торговля с крупнейшими развивающимися странами, прежде всего Китаем и Индием, наверное, растет, соответственно, и зависимость в большей степени от них, от состояния их экономики, если говорить о перспективах динамики российской экономики. Но то, что остается, фактор зависимости, который остается, который был, есть и, наверное, будет еще продолжительное время, это, конечно, фактор зависимости от цен на нефть. Этот фактор продолжает играть, наверное, ключевую роль сейчас, и тот факт, что цены на энергоносители остаются достаточно комфортными для российской экономики, и это в какой-то степени и, ну, несколько ограничивает ту степень негатива, с которой сталкивается сейчас российская экономика. Поэтому, в целом, безусловно, трансформация этой зависимости от мировой экономики, она происходит, но какие-то факторы прежние, прежде всего зависимости от цен на нефть, безусловно, остаются. Спасибо большое, Ярослав. Александр, вопрос к вам. Темпы прироста потребительских цен, которые очень сильно взлетели весной, на самом деле остаются низкими. Мы видим замедление годовой инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 14,3%, насколько мне известно. В июле это было 15,1%. И сейчас есть мнение, что очередное снижение ставки Центрального банка до 7,5% довело его до уровня нейтрального диапазона. И насколько это позволит соблюдать баланс основных макро показателей. И можете ли вы дать прогноз по сценариям дальнейшего развития экономики России? Спасибо. Александр, спасибо за вопрос. Действительно, по нашей оценке, уровень ключевой ставки в настоящее время отвечает нейтральному диапазону. Что это означает? Нейтральный диапазон ключевой ставки – это такой диапазон, при котором динамика цен возвращается к целевому уровню, то есть к 4% на прогнозном горизонте. При этом рост экономики, рост ВВП отвечает своему потенциалу. То есть не происходит ни перекрева в экономике, ни недогрева. То есть по своему тренду экономика растет. Исходя из этих посылок мы действительно там находимся. Но тут есть важные нюансы, которые нужно учитывать и которые на самом деле приведут к тому, что фактическая динамика и цен, и ВВП, она будет отличаться от той, что мы считаем устойчивой. Начну с инфляции. Действительно, сейчас и, наверное, в ближайшей перспективе можно ожидать сохранения пониженных темпов роста цен. И годовая инфляция будет продолжать замедляться. В начале следующего года, в апреле-май, возможно, она даже уйдет ниже 4% в годовом выражении. За счет эффектов базы. Но нужно понимать, что за этим стоит. И мы видим, что текущее замедление роста цен во многом определяется факторами, как мы называем, разового характера. То есть это, прежде всего, курс, то есть укрепление рубля, но не только. И со временем влияние тех факторов будет исчерпываться и на первый план выйдут факторы, как мы называем, устойчивого роста цен. И здесь проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Соответственно, наша задача заключается в том, что, когда мы перейдем от низких темпов роста цен к повышенным, мы должны выйти на траекторию, которая нас приведет к 4% в 2024 году. Мы допускаем, что, поскольку процесс трансформации экономики идет еще не закончен, возможно, дополнительные, как мы называем, шоки предложения, которые приведут в том числе к увеличению издержек. И за счет этого рост цен в следующем году может оказаться выше, чем вот наши целевые 4%. Соответственно, наша политика это принимает во внимание. Теперь, что касается прогнозов. Вот то, что я рассказал, это наш базовый прогноз. И хотел обратить внимание, поскольку у нас дефицит времени, те, кто интересуется данной темой, мы опубликовали на сайте Банка России проект основных направлений едино-государственной денежно-градетной политики, где параметры базового прогноза представлены и параметры двух других сценариев, вернее, вариаций прогноза. Это сценарий ускоренной адаптации экономики и сценарий глобального кризиса, ну глобального, то есть кризиса мировой экономики. Эти сценарии, на самом деле, очень сильно отличаются друг от друга, что, собственно говоря, определяет высокую неопределенность, с которой мы сталкиваемся. Более того, вот о чем Александр уже сказал, мы тоже это наблюдаем, вот в последнее время есть признаки действительно идущей адаптации, такой вот ускоренной адаптации экономики к тому, что произошло. Ну, могу сослаться на следующие вещи. Вот наш опрос предприятий, который коллеги из территориальных управлений на ежемесячной основе проводят, и мы начали публиковать соответствующий мониторинг, говорят о том, что вот обеспокоенность предприятий с тем, что ситуация со спросом неопределенная, отказ от заказов, нехватка поставщиков или не могут найти поставщика. Вот эти опасения устойчиво уже где-то полгода снижаются. То есть предприятия говорят о том, что вот мы находим альтернативных поставщиков, ну, как внутри страны, так и за рубежом, и потихонечку свои проблемы решают. Это то, что касается как бы регулярных поставок, и тем самым, ну, можно сказать, что вероятность альтернативного сценария ускоренной адаптации, она в этой ситуации повышается. Ну, тут, правда, есть одно «но», и для нас это тоже большое «но». В части промежуточного импорта, ну, импорт – это вот то, что используется в производственном процессе, сырья, материалов и так далее, действительно проблема не выглядит такой вот острой, находятся альтернативные поставщики и так далее. И вот по нашей оценке департамента, которую мы публиковали в своем бюллетене, зависимость России от импорта промежуточных товаров, она не очень высокая, она умеренная. Ну, то есть мы не выбиваемся из ряда других стран в форме этой зависимости. Это означает, что не очень высокая зависимость, значит, и уязвимость тоже ограничена. Она есть, но она вот ограничена. И мы тоже видим, что динамика импорта того же промежуточного, ну, тоже определенный оптимизм внушает. Здесь вот повышательная динамика. Но и проблема, которую мы видим, заключается в том, что инвестиционный импорт, ну, показывает признаки роста, но он по-прежнему существенно ниже, чем был до этого. И если мы говорим о необходимости поддерживания оборудования в рабочем состоянии, замены этого оборудования, этот процесс, он по времени растянут. Ну, когда оборудование нужно менять, ну, раз в несколько лет. Когда нужно капитальный ремонт делать, ну, тоже раз в несколько лет. Какую-то наладку, наверное, почаще. Но вот здесь вот есть вероятность того, что проблемы могут нарастать и в конечном счете приводить в терминах макроэкономистов к снижению потенциала экономики. Потому что, ну, будет использоваться менее производительное оборудование, производительность будет снижаться, и это негативно влияет на потенциал. Эти риски не реализовались, повторюсь, но вот мы сходим с того, что они могут реализоваться. И еще один сценарий глобального кризиса. Ну, вот события, которые происходят, ускоренное повышение ставки ФРС, сценарий стопляции тоже становится более вероятным, чем мы, допустим, на это смотрели пару месяцев назад. Поскольку эти сценарии достаточно дискретные, состояние экономики в этих сценариях будет принципиально разное, то вот мы имеем ту неопределенность, ну, от которой избавиться нельзя. Ну, что тут можно предложить? Нужно быть готовым. То есть нужно, чтобы был вот сценарий бизнеса, как действовать в этой ситуации, в этом сценарии, как действовать в другом сценарии. И, наверное, последнее, о чем хотел бы сказать, наверное, еще больше как бы вас не то чтобы запутать, но заставить задуматься, что происходит в экономике. Мы примерно представляем, куда мы придем там, ну, через 10-20 лет в условиях статус-кво. Вот эти ограничения, они, конечно, негативно влияют на наш потенциал. Но процесс движения от точки, где мы находимся сейчас, где мы находились вчера до вот этой вот точки, он очень неравномерен, неразнороден, и он представляет из себя движение сразу по нескольким направлениям. Что я имею в виду? Ну, наверное, можно выделить 4 критических ограничения, которые возникли и которым экономика адаптируется с разной скоростью по мере возникновения и развития тех ограничений, и, ну, с разной степенью успеха. Первое – это ограничение на импорт. Ну, и как формальное закрытие там импорта, так и отказ от импорта. Что это означает? Первый момент прекращения импорта – это сильный шок вплоть до там остановки либо приостановки работы. То есть мы видим вот снижение производства, которое происходит в моменте. Удорожается логистика, транспортировка, страховка и все прочее. Растут издержки. Это приводит к росту цен. Но поскольку этот эффект очень силен, то есть импорт у нас очень сильно упал, то это имеет и макроэкономический эффект вместе с некоторыми другими ограничениями на валютный курс. Это, собственно говоря, привело к тому, что курс рубля у нас укрепился, а не ослабел в результате действия ограничений. Поэтому вначале мы получили всплеск роста цен, но сейчас вот укрепление рубля нам вызвало ситуацию, когда рост цен замедлился. Соответственно, динамика рубля во многом будет определять и дополнительные факторы к движению цен в рамках 4%, к которым мы стремимся. Если рубль будет крепкий, оставаться крепким, то тут дополнительно мы, наверное, будем ниже идти траектории 4%, если рубль ослабевается либо по траектории, либо выше траектории. Второе ограничение – это ограничения на экспорт нефти и нефтепродуктов. Если вы посмотрите в физических объемах, а тем более в стоимостных, в стоимостных вообще никаких потерь не было, у нас объемы экспорта выше, чем в прошлом году. То есть вот здесь эти ограничения с точки зрения поступления экспортной выручки и влияния на экономику, они не сказались. Но есть шестой пакет, как будет развиваться ситуация в конце года, как будет развиваться в следующем году, плюс возможное ограничение на цену продажи российской нефти, они могут сказаться и вызвать дополнительно негативные явления. И нужно понимать, что это будет работать практически по всем направлениям в противоположную сторону тем ограничениям на импорт, которые произошли. Отдельная тема от ограничения на экспорт не нефтегазовой продукции. Тут мы эти эффекты уже видим. Вряд ли тут ситуация как-то кардинально будет меняться. И четвертое ограничение – это ограничения, связанные с валютными расчетами, заморозкой золотовалютных резервов, прекращением действия бюджетного правила и так далее. Но, наверное, основное заключается в том, что с точки зрения экономики мы получили в результате постановки действия бюджетного правила очень сильный бюджетный импульс. Это поддерживает экономику и спрос в экономике. И с точки зрения курса отсутствие продаж – это и ограничение на движение капитала. Еще один мощный фактор, который привел к ситуации крепкого рубля в настоящий момент. В итоге, куда мы приходим, если мы просуммируем действия всех ограничений во времени, вот через все фазы, а мы еще не все фазы прошли, ну, наверное, с точки зрения потенциала мы окажемся ниже, чем мы находились в начале этого года. С точки зрения роста цен, накопленного роста цен за период, он будет выше, чем мы были бы, если бы ситуация развивалась так, как в начале года. С точки зрения валютного курса сохраняется неопределенность. Тут сложно сказать, и эффекты могут быть разнонаправленные. Если импорт у нас не восстановится, ну, не обязательно инвестиционный, может быть, и потребительский импорт очень большим, вырасти больше, чем был до этого, то вполне возможно, что каких-то там серьезных пертурбаций для рубля не будет. Если, с другой стороны, ограничения на экспорт будут введены и реализованы очень жесткой форме, ну, тогда рубль будет слабее. Поэтому, с точки зрения прогноза, среднесрочного где-то на три года, динамика рубля, его там сильное ослабление совсем не предопределено. На этом я, наверное, закончу по этой теме. Спасибо. Спасибо вам, Александр. Евгений, вопрос к вам. Одна из, скажем так, областей вашей экспертизы является количественные методы прогнозирования в экономике и финансах. И недавно Минэк поделился прогнозом, что к 30-му году рост объема инвестиций составит 30%. И в то же время реальные денежные доходы вырастут на 20%. ВВП совокупно вырастет на 17%. И что вы думаете о том, насколько этот сценарий реалистичен? И можно ли вообще просчитать все цифры на именно таком временном горизонте? Ну и с вашей точки зрения, какие основные макропоказатели сегодня наиболее эффективны для составления прогнозов? Что ж, спасибо, Александр. Спасибо. Давайте я попробую. Вы очень удачно спросили про длинные горизонты. Я напомню вам вашу шутку про Кутерье и экономистов. Не знаю, как у Кутерье, разбежались у них все модели или нет, но у нас сейчас работа с моделями близка к бесполезной. То есть КПД ее весьма близок к нулю. По той простой причине, что вот, собственно, Александр, выступавший передо мной, уже не вы, описал ситуацию довольно неплохо, которую, в общем, можно как бы переформулировать как большое количество трансформационных процессов, происходящих в экономике, собственно, что ЦБ регулярно транслирует. А, простите, в этот момент все исторические взаимосвязи, которые построены на стабильности тех или иных экономических отношений, перестают хорошо предсказывать будущее. То есть предсказательные силы моделей, то, ради чего их гоняют как бы вот, ну, как раз во многих случаях. То есть есть описательная часть, и ты можешь уже описывать историю сколько угодно долго, много и продуктивно, и на этом можно сделать кандидатскую, докторскую или что побольше, как бы, но, к сожалению, это бесполезно практически для описания текущей ситуации и для прогноза тоже. Поэтому вот очень важный момент, что те два важных элемента, которые... Вот я не знаю, что там кутерье извлекают из моделей, помимо, значит, возможности попасть как бы в одежду и пройтись по подиуму, но вот мы извлекаем как бы несколько элементов, и вот с точки зрения прогноза и с точки зрения описания уже текущей даже ситуации это бесполезно. Для истории это все еще хорошо подходит. Вот. Поэтому это очень важный момент. Смотрите. Понятно, что Минек, который там поназаказывал за время своего существования огромное количество разных моделей, естественно, воспользовался. Помимо экспертной правки, в чем я не сомневаюсь, то есть поверх всего этого, естественно, всем доступным ему модельным аппаратом, ну, тот, который работоспособен. Давайте я помещу эти, казалось бы, оптимистичные 17% к 2013 году, напоминаю, 8 лет, в правильный контекст. Если мы посмотрим прогнозы того же, например, МВФ, ну, приблизительно той же давности, что Минек там свои формулировал середины, например, этого года, то есть лета этого года, по-прежнему темпы роста мировой экономики на горизонте МВФ, по-моему, 26-й год или 28-й у них сейчас, извините, не запомнил, ну, там плюс-минус пару лет по инерции можно докинуть. Это все равно больше 3%. А у нас на 8 лет выходит чуть больше 2-х. Поэтому, смотрите, это важный момент. Этот прогноз предусматривает все еще отставание средних темпов роста российской экономики от мировой. И это важное, наверное, первое наблюдение. Второй момент – это самый оптимистичный из прогнозов Минека. Это, наверное, очень важное дополнение номер 2. И должен сказать я, что мой взгляд больше соответствует цвету моей одежды сейчас. Вот, на перспективы российской экономики и я скорее более согласен с так называемым инерционным сценарием Минека, где у него рост к 30-му году от 21-го, кажется, не превышает 5%. 3,7 или 3,9, если я правильно помню, накопленным итогом. Дальше. По доходам населения. Гипотетически, гипотетически, видя какую безработицу мы сейчас имеем, и понимая, что 4-я промышленная революция сейчас стала, как это у нас модно говорить, сильно сместилась вправо. Вот, и зависимость российского рынка от труда, скажем так, сохраняется на долгие годы вперед, на заметно более долгом интервале. До 30-го года можно совершенно четко говорить, что в среднем зависимость российского рынка от труда, то есть трудоинтенсивность не изменится принципиально. То есть это будут изменения, ну если на 10% за 8 лет, это будет круто. Что это нам дает? Это дает важный момент, погружая в контекст вот ковид, вот эта вот спецоферация, частичная мобилизация и все остальное, то есть очевидный дефицит определенных трудовых кадров, особенно в ряде регионов, прям совершенно однозначный, без относительно всех остальных аспектов. Это говорит о том, что труд, возможно, должен дорожать с опережением инфляции. Это не все составляющие реальных располагаемых доходов населения, но все еще, слава богу, больше их половина. Поэтому можно ожидать, что реальные располагаемые доходы населения действительно будут расти, но есть предел перераспределения в структуре ВВП, прибыли, да, ну как у нас есть там важных три компонента, если посмотрите, как их бьет Росстат, ну это, собственно, вполне соответствует классике. У нас есть доходы труда, у нас есть доходы на капитал, то есть прибыль валовая, и у нас есть доход государства, который изымается, соответственно, в виде налогов. Так вот, аппетиты государства растут, мы это слышим. Государство ищет источники дополнительных налогов. Соответственно, к 30-му году несложно предположить, если мы рассматриваем что-то близкое к инерции и относительно стабильное, что доходная компонента, вот приходящаяся ВВП на государство, должна будет как-то подрасти. Опа. Дальше. Дефицит труда, соответственно, и ситуация, которую я обрисовал, описывает нам картину, как, наверное, растущее перераспределение оставшейся части в пользу труда. Теперь вопрос. А сколько же хватит бизнесу для того, чтобы все еще продолжать наращивать заработную плату? Сможет ли он делать это охотно, учитывая, например, обратите внимание, что у нас есть уже данные индекса цен производителей по августу, поэтому секрет, это уже будет исключительно, наверное, полишенеля максимум. У нас, похоже, внутреннее регулирование цен на приличное количество товаров и услуг сырьевых, и на самом деле не только. То есть с прибылью, и по динамике прибыли Росстата, у нас данные есть на июле, хорошо видно, как здорово она сдувается, причем в тех же самых сырьевых, около сырьевых секторах, которые должны быть в шоколаде. А в общем, лидер по росту прибыли год-году у нас строительство, операции с недвижимым имуществом и транспортировка и хранение, где было много стонов в последние месяцы, как же бедным им тяжко. Вот это да, вот это открытие, вот это наблюдение. Кто же из них, интересно, нас прорвет до 30-го года как бы на динамичный рост? Соответственно, очень важный момент заключается в том, что возможно, что ресурс, которым нужно будет производителю, бизнесу делиться с населением, он весьма ограничен, и им делиться будут неохотно. Поэтому я бы не поставил на 20-процентный рост реальных располагаемых доходов населения на этом горизонте, казалось бы, тут 8 лет и вот безработица. Ну, если будет 10, будет хорошо. То есть, по крайней мере, еще раз, демография совершенно четко диктует скорее опережающий рост доходов. Тут еще важный момент, перераспределительная политика государства. Мы забыли меньшую часть, но все более возраставшую, как долю от общих реальных располагаемых доходов. Мы видели изрядную щедрость в последние пару лет, но у меня нет никаких оснований, к сожалению, считать, что это будет так далее продолжаться. Поэтому велика вероятность, что здесь будет сдавать государство и, собственно говоря, может быть даже не плюс 10, а плюс 5, если все будет удачно. Ну и важный момент еще, как раз в прогнозе на 30-й год, значит, плюс 17 разобрались, плюс 5, то есть, ну как бы не плюс 20, а плюс 5, плюс 10, это скорее более инерционный сценарий как раз. И вот 30% инвестиций в ВВП. Тоже важная ремарка. То есть, посмотрите, на то, чтобы вырасти, значит, как бы на 17% к 30-му от уровня 21-го, нам нужно увеличить долю инвестиций в ВВП до 30% с нынешних 22, я там не помню, 23 где-то приблизительно. Ну, то есть, фактически мы должны, округляем, округляем, ну хорошо, не, ну в полтора раза страшно, да, давайте как бы не будем, но на треть, на треть, нарастить их на треть. На треть, нарастить их как долю, как долю, а то есть, соответственно, если мы еще надутые ВВП, да, смотрим, то нам нужно как раз все полтора раза увеличить. Я вам хочу сказать, что для этого нужны сбережения. Экономическая теория здесь ни в коей мере не расходится с практикой, и это означает, что кто-то должен сберечь. А мы с вами, и, собственно говоря, например, пресс-релизы того же ЦБ, это четко, да, говорят, действия и материалы, вообще находимся в состоянии, где, кажется, динамика кредитования не позволяет нам говорить о высокой и растущей норме сбережений. Кажется, что у нас происходит процесс, прямо-таки, скажем, стремительного сокращения нормы сбережений, даже если у нас был скачок в начале, ну, у нас еще нет полного набора, скажем так, официальных данных для того, чтобы что-то однозначно говорить, но велика вероятность, что вот то, что у нас может быть в части сбережений прибавилось там в первом полугодии, у нас стремительно начинает сокращаться. И, по большому счету, не видно источников внешнего, скажем так, финансирования возможных инвестиций. Ну, вот про прибыль я тоже рассказал, это важный момент, и как результат мы получаем следующее. Не просматривается ресурс для того, чтобы можно было столь существенно нарастить инвестиции, как долю ВВП в российской экономике сейчас. И в этом плане, конечно, вот, ну, мне кажется, сейчас очень много в экономической политике направлено как раз на попытку обеспечить некое восстановление, боюсь, краткосрочное, ну, вот более быстрое, да, снизить падение, замедлить падение, но цена этого как раз будет, что долгосрочные перспективы мы разменяем. И вот шансов рассчитывать даже на 17%, вот, как бы, к 21-му году в 30-м, мне кажется, очень мало. Я надеюсь, я довольно подробно ответил и постарался, да, привести аргументы, а не только дать цвет своей одежды. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас очень интересная, кстати, сессия, мне кажется, идет. И интересные взгляды на прогноз, на анализ. И я хотел бы вопрос Крису задать. Я с удовольствием читаю отчеты, которые я получаю, вот, регулярно, регулярно основе. И вопрос такой, что вот уход определенного количества иностранного бизнеса, смена вывесок, которые сейчас происходят, мы видим это на каждом шагу, все это создает в России потенциальные риски процесса национализации, роста безработицы, как говорят эксперты. В одном из интервью вы назвали ситуацию в экономике, вы сказали more dull, more debilitating. Ну, то есть, если перевести, это как бы довольно-таки унылая ситуация. Однако, с другой стороны, экономическая ситуация, в принципе, показывает определенный уровень стабильности, то есть она довольно стабильная. Означает ли, на ваш взгляд, поддержание стабильности отказом от модернизации? И, с другой стороны, благодаря или вопреки процессы импортозамещения, с вашей точки зрения, все-таки будут нарастать. Спасибо, Александр. И, с другой стороны, Спасибо, АБ, и, с другой стороны, я буду говорить в английском. Мои русский граммар не будет достаточно. Я думаю, что это не будет неинтересно. Так, и, с другой стороны, я собираюсь взять время от того, что я не буду говорить. А, во-первых, я собираюсь в поле. Но это не инфекция, но все будет хорошо. И, с другой стороны, я не использую, что, в виду, я собираюсь в тяже мою тюрьму, вот, в последнее, високе на миску, вот, просто в принципе, что, не было достаточно. Так, но, это может быть более прагматичного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но один из моих любимых, потому что я этим достаточно много занимался, это фактор ВТО, правил ВТО. Конечно, там очень много проблем, но тем не менее тот факт, что Россия остается членом ВТО, говорит в пользу того, что все-таки какие-то международные нормы в области международной торговли нам необходимо соблюдать. И вот она линейка вот этих экономических правил, которая должна быть восстановлена, которая должна действовать. И я думаю, особенно важно с точки зрения вот этих структурных правил, структурного якоря, чтобы Россия оставалась и активно работала в международных экономических организациях, таких как ВТО, МВФ и другие. Вот это я считаю очень важно. Спасибо. Спасибо большое. Александр, ваш рычаг. На самом деле я скорее дополню то, что сказал Ярослав. Я с ним полностью согласен, что макроэкономическая стабильность и политика, направленная в этой области, является якорим, фундаментальным корнем. Но с точки зрения мотора экономики, это стоит условие, а нам нужен мотор. Что экономику может развивать? Но только предприниматели. А что предпринимателям нужно? Им нужно, чтобы риски были низкие, чтобы работать было комфортно, чтобы с проверками не приставали. Я уже на совсем таких популярном уровне объясняю. Поэтому и мы видим, что, собственно говоря, и последние 10 лет, и даже последний год ряд мер правительство в этом направлении предпринимает. Но вот получается так, что шаг вперед и два шага назад, или два шага вперед, один шаг назад. То есть в целом мы как-то сильно не продвигаемся, и уровень регулирования экономики, ну, наверное, если брать как вектор, куда мы движемся, скорее всего, растет. Ну, в этом отношении, опять-таки, если рассматривать конкурентные позиции России с другими странами, ну, регулирование, конечно, хорошо, но предпринимательская инициатива, я считаю, в результате немножко у нас подавлена. Поэтому либерализация инвестиционного режима, предсказуемость инвестиционного режима, регуляторного режима, ну, и всех других режимов, с которыми сталкиваются предприниматели, будь то иностранные предприниматели, или российский малый и средний бизнес, это очень важно. Что еще можно сделать в части бюджета? Бюджетный стимул тоже важен, но тут я бы сделал акцент на двух моментах. Первое. Налоговый стимул работает лучше, чем расходный стимул. То есть лучше понизить налоги, создать какие-то дополнительные вычеты, но присловить, что они там на двухлосочной перспективе не отменяются, чем наращивать на что-то расходы, ну, если мы говорим про развитие экономики, бизнес. И второе. В части бюджетных субсидий. Они тоже возможны, но проблема в том, чтобы эти субсидии дали результат для экономического роста, развития экономики, получателем этих субсидий должны быть лидеры отраслей, а не отстающие. Часто получается ситуация прямо обратная, ну, то есть помогают тем, кто плохой ситуации, а лидеры живут сами по себе. А у нас в каждой отрасли можно найти, ну, где-то 10% компаний примерно, да, которые являются лидерами, которые ориентированы на развитие, на расширение рынка, как внутри страны, так и за рубежом. Зарубежная экспансия, это, ну, вот, если не будет зарубежной экспансии в плане бизнеса, то мы очень сильно, Россия сильно, как страна, свой экономический потенциал будет ограничивать. Это легче сказать, чем сделать, но правильная политика – это поддерживать лидеров. Отстающих надо поддерживать, но не компаний, а население, обездольных, это, безусловно, нужно делать. Спасибо. Спасибо вам, Александр. Евгений, ваши рекомендации. Ну, смотрите, если рассматривать ответ на ваш вопрос, так сказать, в контексте прочих равных, как мы экономисты любим, а это значит, без существенной структурной перестройки экономики, вот, те бизнесы и те экономические агенты, да, домохозяйства, которые существовали и вели, соответственно, экономическую деятельность на территории Российской Федерации, условно, в прошлом году, должны почувствовать улучшение, да, то есть после каких-то действий, то я вижу один вариант, по сути дела, это радикально ограничить воздействие геополитических рисков на экономическую среду. Собственно, практически все проблемы этого года, если мы оставим в стороне вот потенциально грядущую рецессию в мировой экономике, которая является продуктом не только рисков геополитических, а из России, наверное, никак не управляется уже, даже несмотря на то, что вклад, определенный в нее действиями российских властей, был внесен, так вот, ну, санкции, контрсанкции, безусловно, тоже здесь, как бы, ну, санкции поучаствовали точно, вот, ну, так вот, вот, если мы оставим в стороне вот эту рецессию, да, то есть, как бы, ну, неважно, какая бы ни была внешняя динамика, то вот ограничение, причем радикальное воздействие геополитических рисков на экономическую среду. Дальше, чтобы быть чуть более практичным, скажу так, вижу два, наверное, пути возможного этого ограничения. Первое, текущий конфликт на Украине либо должен быть каким-то образом заморожен, что представляется довольно маловероятным с текущей ситуацией, но кто знает, может быть, увеличение воинского контингента позволит, так сказать, добиться заморозки, ну, вот по типу, как это произошло с 2014 года, да, с ситуацией на Донбассе. Могла же российская экономика худо-бедно в этих условиях развиваться? Да, не динамично, но, собственно, никто динамики не обещал, мы уже разобрали длинный прогноз, там амбиции как таковой нет. Так вот, это раз, а второй момент, это мирный договор, понятно, с минимальным ущербом на экономику, опять же, в его результате. Если же мы рассматриваем улучшение ситуации в экономике, которая допускает исчезновение приличного количества неэффективных бизнесов, в том числе давая возможность новым развиваться, тогда, я, наверное, соглашусь с коллегами, все то, что они перечислили, было бы шикарным довеском к снижению радикальному геополитических рисков, ну, воздействию геополитических рисков на экономику. В моем понимании, необходимым условием является, вот как бы, снижение геополитических рисков. Мы очень хорошо видим, что западные страны весьма последовательны в своих решениях, и, в общем, во многих случаях попытки обойти санкции, они довольно успешно пресекают. И в этих условиях, боюсь, очень большое количество того, что заявлялось, хотелось бы реализовать, может быть, даже в каких-то случаях пытаются сделать, просто не реализуется. Ну, боюсь, несмотря на то, что Крис считает российский рынок большим, в современном мире 146 миллионов человек – небольшой рынок. И это реальность. Особенно 146 миллионов человек с ограниченной, почти не растущей, дайте-ка мне сказать, к 30-му году, наверное, будет приблизительно 20 лет как покупательной способностью населения. Это, надо сказать, небольшой рынок. Вот совершенно четко, и это очень важный момент, почему важно и полезно всегда, независимо от точности, независимо от наличия моделей, комфорта с ними работать, их КПД, предсказательные способности, держать в голове длинный горизонт. Вот что очень важно для российских бизнесов, для того, чтобы радикально здесь что-то менять. Еще раз говорю, вот уже без условий сохранения ряда неэффективных бизнесов здесь, которые, обратите внимание, на том регулировании, которое создалось в российской экономике, в ряде случаев откровенно паразитируют, чем сдерживают развитие всей страны во многих случаях. Так вот, очень важно держать тот самый, там должна быть перспектива на этом длинном горизонте, то есть оптимистичный прогноз должен был бы быть другим. Там не должно было бы быть 17%, а правильный оптимистичный прогноз должен казаться с какой-то значимой вероятностью реализуемым и выглядеть так, как, например, рост там на 30%, то есть 35, например, в два раза больше, чем Минеком заложено в текущий сценарий. И вот тогда это немножко другая история. И вот тогда эта численность населения начинает немного по-другому играть. Но обращаю ваше внимание, на фоне динамично растущей Индии, на фоне богатого уже Китая, если мы будем сравниваться с Россией, как бы это уже, ну, прямо скажем, все еще неплохое, но вот как бы не супер привлекательный рынок, и это наша реальность. Это прямо вот факт, с которым мы имеем дело уже 10 лет. Как? Просто отказывались признавать. И вот, Игорь, нам еще в прогнозе предлагают это де-факто закрепить почти на следующую десятилетку. Вот это, конечно, не то. Но мы с этим не согласны, закреплять не будем. Рассчитываем на то, что все-таки мы сможем преодолеть те сложности, которые есть. Евгений, нет, на самом деле, спасибо большое за комментарии. Это действительно очень интересно. Всегда, пожалуйста. Их есть у меня. Так, Крис, ну, что вы скажете? Ваш комментарий. Спасибо. Спасибо большое, Александр. И я имею в виду чуть-чуть, 6-поинт. Я не буду ждать все-таки, что я хочу, чтобы вы спросите, если вы спросите, что я думаю, что это будет помогать. И я буду оставить геополитическим, потому что, конечно, это большинство в роман, и мы все hope за это. Но, как мы всегда говорим, ни crisis is also opportunity. Это аннуло-кличе, что это делает меня crazy. Но это всё, что еще стоит неуточник. Итак, если мы посмотрим, что они в основном, продолжительным проблеме, нарушение о этой troubledной жизни, это мисмачь между очень тяжелым и очень тяжелым качеством, И обслуживающим потребляемость средстванием и осмыроемаев. Соответственно, первым, на железной лифтой я бы предложил, что это государство , в том числе, сохранения и до flesh, чтобы больше, на основных условий, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой философский вопрос Вся конференция At the crossroads Where do we stand? Буквально в апреле, несколько месяцев назад Я общался с Священнослужителем очень высокого Уровня, одной из дружественных Стран И мы обсуждали То, что происходит В мире, в России Этот человек мне сказал Давайте подумаем Что было в моей стране Он сказал У нас не было выхода к морю Мы были окружены странами Которые наложили нас санкции У нас были проблемы с экономикой Несмотря на все это Мы смогли Выдержать удар И создали страну С одной из наиболее стабильных И быстро растущих экономик Которая существует сегодня в мире А теперь, говорит, посмотрите на себя Вы огромная страна Которая Ну не на перепутье Где мы Мы находимся на самом деле Между несколькими континентами То есть у нас есть Азия Это Дальний Восток Северный морской путь У нас есть Китай Монголия Центральная Азия Европа Кавказ У нас есть инфраструктура У нас есть довольно-таки сильная экономика Которая действительно требует Определенных Ну скажем так Определенного регулирования У нас есть население Которое практически Сто процентов грамотное У нас есть доступ Все-таки ограниченный На доступ к технологиям Есть свои разработки Хорошие школы У нас есть промышленное производство Очень важно, что у нас есть Природные ресурсы Потому что это никто не отменял Многие политические вопросы Со временем Все равно будут решены И об этом уже говорили руководители Различного уровня В нашей стране И мы однозначно рассчитываем На то, что То, что сказал тот человек Сбудется Наша страна останется Сильным мировым игроком Который будет играть Важную роль На мировых рынках Мы интегрированы В мировую экономическую систему Геополитическую систему И рассчитываем на то, что И дальше В нашей стране Будут работать И российские компании И будут работать Европейские компании Международные компании И в конце концов Нас ждет совместный успех Поэтому хотел поблагодарить Всех наших спикеров Хотелось бы завершить Нашу сессию Все-таки на позитивной ноте Несмотря на то, что Многие задают вопросы Разговаривая в кулуарах Слышишь совершенно Разные настроения Но тем не менее Надо верить в будущее И давайте Рассчитывать на то, что Такие дискуссии Будут все-таки Стимулировать И бизнес И правительство И государство К тому, чтобы Двигаться дальше И находить пути Решения различных проблем Всем спасибо И хорошего дня И спасибо Большой ассоциации Европейского бизнеса Таджо И всем коллегам Которые работают В ассоциации За организацию Такого отличного мероприятия Спасибо большое Спасибо большое Александр Спасибо большое Уважаемые члены ассоциации Было Огромное удовольствие Всех вас Видеть Сегодня здесь И с вами Обсуждать Все эти Насушные Вопросы Которые волнуют Нас Каждый день Действительно Александр уже Сказал Что на перепутье Где мы Чего ждать От завтрашнего дня Это был вопрос Нашего мероприятия Мы конечно Не сможем вам сказать Точно Что будет завтра Но одну Пару Тейк-ауэй Хочу делиться с вами Вот одна вещь Вот одна вещь Которая вы можете Сто процент Быть уверены Это что мы Каким бы Этот завтрашний день Не будет Мы будем стараться Быть рядом И поддерживать вас Это первое Второе Вот мне кажется Все все-таки Участники нашей дискуссии Все высказания Показывали Одну вещь Очень четко Сотрудничество Между европейскими Компаниями И российскими Компаниями Оставит каналы Коммуникации Открытыми Вот все эти Принципы Ничего Не теряли В своей актуальности И последнее Наверное Да Мы Точно Будущее Не можем Предсказать Но Хочется Вериться Действительно Как Вот То что Сказал Саша На положительной Ноте Что все Все что мы Построили Позволит Нам Все таки Иметь Какую-то Базу На которой Мы можем Заложить Фундамент Будущего Напоминаю В этой связи Что Фундамент Текущих Отношений Которые Достигли До недавних Пор На самом деле Рекордной Высоту Были построены В 70-х Кодах Когда Началось Сотрудничество В области Энергетики Между Западом Между Германией И Советским Союзом Тогда Это были Непростые Времена Может быть Чуть проще Чем сегодня Потому что Мир был Мини сложный Но тем не менее Это тоже Не были Простые Времена И в это время Они смогли Создать Этот фундамент На будущее Я также Надеюсь Что все-таки В этом Кризисе Мы тоже Найдем Силу Мудрость И мужество Так же Построить Стабильный Фундамент Для Положительного Будущего Для наших Отношений Всем огромное Спасибо Особая Благодарность Всем спикерам Которые Участвовали Сегодня Модераторам Всем Хорошего дня И продолжения Работы И Дискуссии Спасибо большое Спасибо Спасибо